коллеги добрый день как ваши дела отлично я тоже готов поделиться этими знаниями надеюсь что много из того что я буду рассказывать для вас будет новым конечно не все но постараемся сделать так чтобы как раз этого нового было как можно больше все таки у нас опытные уже пользователи платформы у нас единственная просьба я знаю что идет запись можно нам потом получить эту запись посмотреть еще раз да конечно я надеюсь что либо сегодня вечером я ее вам вышлю либо завтра с утра в вместе от того как долго она будет обрабатываться я ее вышлю вам ссылкой на яндекс диск скорее всего роман высылал если это было давно то скорее всего мы тогда еще высылали просто ссылки на внутренние записи зум а они к сожалению исчезают по умолчанию там условно говоря через месяц или через два и возможно вы уже заходили после она просто исчезла когда мы обнаружили такую неловкость мы стали сохранять наши записи на каком-то внешнем хранителе на котором исчезают записи только тогда когда ты возьмешь и собственно ручно руками нажмешь кнопку делать итак давайте проверим ну как я понял слышать вы меня слышите а теперь давайте проверим что я вам могу показывать свой экран а вы меня будете видеть видите ли вы картинку которая сейчас появилась да да видим отлично да 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 все верно смотрите на протяжении всего нашего занятия сегодняшнего мне понадобится от вас небольшая помощь так как у нас удаленное занятие то я не слышу и не вижу то что слышите видите вы поэтому если вдруг возникает какая-то проблема пропадает звук или картинка или вам кажется что почему-то то что я говорю не соответствует тому что происходит на экране вы не стесняйтесь вы об этом сразу говорите или пишите в чат чтобы мы могли как можно быстрее это исправить возможно проблема может быть и на вашей стороне может быть и на моей стороне и но в любом случае нам и нужно будет идентифицировать для того чтобы остановиться ее решить и потом все вместе двигаться дальше это вот моя к вам большая просьба на сегодняшний день а так в целом если у вас появляются какие-либо вопросы по ходу сегодняшнего обсуждения если вам кажется что я это слишком быстро или слишком медленно вы тоже не стесняйтесь говорите пишите любой вашей активности я буду только рад и для того чтобы начать да у нас будет практическая часть на самом деле большая часть того что мы с вами будем делать она будет практическая соответственно больше ну где-то 80 процентов того что мы делаем будет происходить просто в браузере на нашем образовательном сервере я вам ссылку на нее пришлю обычно мы всегда там проводим наше обучение и с вами тоже так делали и поэтому не должно быть у вас проблем с доступом к нашему серверу мы можем на самом деле прям сразу проверить что это действительно так чтобы случайно не расстраиваться где-то посередине пути поэтому я вам сейчас лишь пришлю ссылку в групповом чате она выглядит вот так это примите room а логин и пароль под которым мы будем сегодня работать очень простой логин эдитар а пароль мы его поменяли если кто вдруг помнит теперь он 1 2 3 4 5 6 потом еды на конце вот я предлагаю вам сейчас открыть браузер пройти по ссылке ввести логин пароль если у вас откроется стартовая страница где написано что где поломанный дашборд значит все прошло успешно так и должно быть это то с чем мы сегодня будем работать еще нам сегодня с вами может потребоваться я точно буду его использовать для демонстрации если вы будете повторять за мной то вам он тоже потребуется это дашборд дизайнер если у вас дашборд дизайнер или как минимум компьютер на windows на который его может быть поставить если вдруг я тут хотела бы немножко уточнить да мы как раз интересовались перед тем перед началом занятия потребуется ли дашборд дизайнер потому что потребуется дашборд дизайнер новой версии у нас у кого-то вообще нет у кого-то стоит дашборд дизайнер старой версии и это прекрасно мы с этим сможем работать да со старым да да любой дашборд дизайнер любой версии автоматически обновляется при подключении к платформе вот не хотелось бы мы же пока у себя работаем со старой а как только вы переключитесь на старую версию он снова обновится на старую версию очень интересно у нас есть люди у которых нету дашборд дизайнера тогда мы его скачаем и установим хотелось бы все таки на будущее если такие вещи нужны то говорить о них заранее потому что на многих компьютерах при установке дашборд дизайнер мы сталкивались с ним у нас есть еще в любом случае возможность подключения по rdp то есть я могу просто предоставить удаленный рабочий стол вам не придется ничего устанавливать такой вариант тоже существует ну и в крайнем случае следующий даже момент дашборд дизайнер в принципе сегодня ну в теории можно при большом желании и без него обойтись но он крайне желательно да я извиняюсь со своей стороны что я об этом не предупредил в следующий раз к этому вопросу я буду внимательнее но мы поставим все во время курса да с этим не должно быть проблем вот придется на другой компьютер перейти у меня на этом нету ничего давайте попробуем до rdp тогда и будем работать в этом направлении тогда давайте раз уж мы заговорили о тех на о том что у кого-то есть дашборд дизайнер у кого-то нет дашборд дизайнера я попрошу вас сказать буквально пару слов о том были у вас до этого опыт и насколько там плотное общение с платформой взеологи работали ли вы с версиями которые выходили этим летом то есть 2.16 2.17 вот буквально недавно 2.18 вышло если не работали это нормально если у вас вообще нет опыта тоже нормально то есть все все что вы скажете все хорошо просто мне чтобы ориентироваться о чем говорить а что можно немного опустить в том числе хотелось бы принять я думаю что все в какой-то мере знакомы но хотелось бы еще раз узнать все ли знакомы там с концепциями на многомерной модели данных вот таком я вопросик если каждый буквально пару минут или там минуты или 10 секунд 30 сможет высказаться или написать о себе немного в чат то это бы не сделало наше сегодняшнее обучение намного комфортнее для всех нас можем начать например с элины она у меня просто первая по списку участников я как раз вообще не знакома отлично в принципе из системы и из концепции многомерной модели есть вот этим всем да концепция многомерной модели еще более-менее как бы ну сталкивалась а вот ну платформа и не знакома хорошо отлично екатерина да владимир были на ваших обучениях многомерный с концепцию многомерных структур конечно знакома с физиологи тоже знакома но вот с новыми версиями мы не работали очень хорошо так анастасия анастасия вы нас слышите на тебя звук выключен а такая же ситуация как и екатерины очень хорошо людмила но мы немножко поработали с новыми моделями с новыми версиями когда-то пилот для москвы делали в принципе наверное с ними знакомы но вот июль поправь меня если ошибаюсь мы из 2.16 из 2.17 последний работали 2.16 то есть вот как какие-то очень хорошо на самом деле самое главное изменение мне именно произошло при 2.16 просто мне понимать работали ли вы столько с предыдущими версиями или уже с 2.16 чтобы рассказывать вам что было что было раньше а что сейчас или просто рассказать о том как есть сейчас вообще даже не вспоминать про более ранние версии но так как есть те кто работали с более ранними версиями то мы я вкратце буду рассказывать о том что было раньше и что есть сейчас я я я просто чуть-чуть буквально вот в двух словах я не стараюсь никого не запутать вот и если можно рассказать о том что появилась сегодня мы будем работать с 2.17 да и если есть возможность рассказать о том что по ходу что нового появляется мы были бы признательны вот и стоит ли нам просто обновляться и будут наработать дешборды созданные на предыдущих версиях как нам миглировать это тоже нам важно потому что если мы будем обновлять сейчас нашу виртуалку где стоит ресейл для Москвы например до 2.18 то нам очень важно чтобы эти дешборды остались в работе постоянно да я понял да они должны работать по крайней мере при переходе с 2.16 на 2.17 никаких проблем точно возникнуть не должно сейчас вот с 2.17 на 2.18 мигрируются наши какие-то внутренние макеты какие-то макеты других партнеров и мы чуть точнее сможем сказать если там какие-то проблемы и соответственно стоит ли там чего-то опасаться вот но с 2.17 там есть положительные изменения которых я расскажу 2.18 оно направлено больше в сторону безопасности скажем так некоторые изменения которые необходимы для попадания для получения сертификации в стэк для пресейла наверное это не критично именно эти моменты показывать как я понимаю вы все равно сейчас показываете только именно логическую часть аналитической стороны вот а про то что там аккаунт будет удаляться и если в него в течение 90 дней никто не будет заходить то это наверное сейчас не так критично иметь такую функциональность у нас придет к пресейл возможно где безопасность будет одним из ключевых условий потому что будет везде уже встраиваться в готовый проект вот это собственно у нас релиз вышел в начале сентября а следующий планируется это вот уже 218 про 218 мы сегодня поговорим мы посмотрим его в живую а следующий релиз 2.19 планируется начало ноября первое на 1 2 2 неделя ноября что там точно выйдет я пока точно не знаю поэтому лишний раз вводить вас заблуждение не буду поэтому остановимся сегодня вот на двух версиях 218 и 218 что у нас появится появится ну и что уже появилась и что вам ожидать стоит ли ради этого обновлять итак каков у нас сегодня план действий в принципе давайте поговорим про самое важное сколько я вас здесь планируем задержать и когда мы с вами сможем пообедать если есть у вас какие-то пожелания то я готов к ним прислушаться возможно у вас есть не знаю там какая-то встреча или просто вы привыкли что выходите на обед условно ровно в 12 или в час или в два то все эти пожелания мы можем сейчас обговорить и по такому плану и пойти но если такого таких предложений нет то где-то в 12.30 мы с вами сделаем перерыв на обед продолжительностью в час до этого у нас будет между началом нашим и обедом небольшой 10-минутный перерыв для того чтобы мы не засиделись на месте не засмотрелись в монитор а могли встать пройтись сделать себе горячего чая и потом с новыми силами вновь продолжить обучение кстати вы из дома сейчас находитесь или вы в офисе уже дома да еще просьба будет вот я вижу окончание там где-то ориентировочных пол пятого пять будет ли у нас возможность после этого еще поработать удаленно с платформы чтобы ну посмотреть да смотрите вот сегодняшние те доступы которые есть они останутся у вас их никто как бы не заберет единственное на этом конкретном стенде проходит обучение условно говоря завтра там обучение проводиться не планируется поэтому если вы будете практиковаться там сегодня или завтра то никто это скорее всего не сотрет все что вы там делаете а так 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 как обучение проводится много то есть вероятность что то что вы сделаете непосредственно на этом стенде оно может в какой-то момент взять и пропасть потому что под новое обучение там полностью обнулили платформу и так далее то есть работать можете как бы доступ никуда не исчезнет но есть вероятность того что в какой-то момент все может поломаться вот это такая особенность того стенда на котором мы сегодня с вами работаем если вам интересно попробовать в так сказать в более уединенном варианте то я могу потом спросить у коллег у нас есть демо стенды которые мы можем выделить там условно говоря на какое-то время вам для того чтобы потестировать новую версию какие-то моменты если вам интересно сегодня сегодня все что сегодня у вас все время которое вы захотите провести с платформой это ваше полное право будет сможете делать с ней все что захотите вот да как вы заметили окончание планируется примерно в 4-5 это зависит от того насколько быстро мы с вами пойдем потому что у нас с вами есть люди которые плотно общались с платформой есть те которые только-только знакомятся в зависимости от того сколько у нас будет вопросов и как быстро мы на них будем отвечать от этого зависит то во сколько мы сегодня закончим но примерно окончание будет в в этом времени и так это то что касается наших временных промежутков далее теперь поговорим о том о чем мы хотим поговорить именно с точки зрения сути нашего вопроса сперва мы поговорим про общие принципы создания модели данных в нашей платформе в общем познакомимся с тем что такое многомерная модель все это мы будем делать на практических примерах чтобы все это намного легче воспринималось поэтому чуть позже мы познакомимся с нашими демо данными познакомимся с тем что такое загрузчики в системе как с ними работать и соответственно раньше их у нас никогда скажем так не было теперь появились далее мы поговорим про такую концепцию как общее измерение как с этим работать как связывать различные таблицы фактов с помощью общих измерений потом мы поговорим о том как создавать модели данных вручную как вручную создавать измерения создавать группы показателей и связывать их между собой а не с помощью загрузчика и следующим пунктом мы поговорим о том как работать с данными которые приходятся из системы сбора данных в последнее время очень часто в наших проектах особенно те которые близки к госструктурам используются системы сбора данных поэтому этот аспект тоже хотелось бы осветить не знаю потребуется использование этой системы непосредственно в вашем ближайшем проекте там в ваших пресейлах но сегодня мы про нее поговорим я сразу скажу что да вот отлично тогда это тоже будет полезно и соответственно последний пункт мы поговорим немного про права доступа и в целом про общие вопросы заодно как раз там же затронем все моменты которые касаются последних обновлений вот у нас такие пять больших блоков и сегодня мы их собираемся осилить если начинать говорить про принципы создания модели данных в том виде в котором сейчас она существует в системе то по-прежнему основная концепция практически единственная это концепция звезды у нас есть одна таблица фактов в которой может быть несколько измерений у каждого из которых может быть свой собственный справочник который рассказывает нам о том какие это элементы дополняет об атрибутах измерения но основным жестким правилом является то что в одной модели данных у нас только лишь одна таблица фактов на что это влияет у нас непосредственно в системе мы посмотрим на практике по факту это говорит нам о том что одновременно анализировать на одной визуализации мы можем только данные которые берутся из одной таблицы фактов каждый раз когда мы будем что-то строить в дашборд дизайнере создавать какие-то визуализации то у нас будет происходить следующее мы будем отправлять запрос запрос к нашей модели данных мы будем задавать вопросы например сколько мы продали яблок за последние там 10 лет условно и показать нам эти данные по годам у нас есть величина которую мы хотим посчитать наши продажи в яблоках и то в каких разрезах мы хотим это посмотреть по годам мы это хотим смотреть по филиалам по географии по менеджерам по сотрудникам по поставщикам все что угодно все вот эти по это наше измерение так и строится по сути наша многомерная модель она состоит из показателей того что мы хотим считать и измерений то в каких разрезностях мы будем смотреть то что мы будем считать самое важное изменение и развитие которое получила наша система что сейчас сама по себе эта концепция звезды она является уже не такой строгой да у нас есть все так же одна таблица фактов в середине нашей схемы но каждое наше измерение оно может определяться не одной таблицей а сразу несколькими они могут дополнять друг друга как скажем так в по количеству элементов так и могут добавлять недостающие поля например сперва у нас были данные только по клиенту с адресами а потом в другой таблице мы взяли и загрузили данные по клиентам с ИНН и так мы можем добавлять информацию по нашим справочникам сколько угодно много как это влияет на нашу практическую жизнь и как это реализуется в платформе мы сегодня посмотрим самое важное что система сейчас имеет только один по сути подход к загрузке данных мы берем и загружаем туда каждый раз одну таблицу это может быть таблица справочник таблица фактов это может быть нормализованная таблица системы сейчас абсолютно все равно она не преобразует длительно таблицы в набор таблиц связанных между собой она сейчас умеет работать уже непосредственно с длительно таблицей Это позволяет, во-первых, сократить время на загрузку данных, а во-вторых, проще работать непосредственно с нашими измерениями. Мы можем обогащать данные из одних таблиц другие таблицы, но от ограничения, которое у нас есть про то, что у нас только одна таблица фактов, мы пока никуда уйти не можем. Мы можем с помощью одного общего измерения связывать эти таблицы фактов, и в основном это то, чему мы сегодня будем учиться, смотреть, где это нам может пригодиться, как с этим работать, в каких случаях это работает хорошо, в каких случаях к этому нужно относиться, с чуть большей осторожностью требуется немного другой подход. Вот все это мы сегодня разберем. А разбирать мы это будем на примере наших тестовых данных. Сегодня в качестве тестовых данных будут использоваться данные, которые мы получили из Европейского центра по контролю за заболеваниями. И это будут у нас данные по статистике заболевания коронавирусной инфекцией. Они датируются вчерашним числом. Да, здесь могут быть какие-то неточности. Мы сегодня не претендуем, что мы используем именно такие данные. Будем работать на злободневной проблеме. Хотя бы у нас будет складываться заодно еще какая-то картина. Сможем мы данные покрутить, посмотреть, где что происходит. Сказать, что это 100% верные данные я не могу, но общая качественная картина, она будет нам понятна, если мы хотим посмотреть именно на саму аналитическую историю. Но нас больше будет интересовать именно то, как с этими данными работать. Начнем мы с очень простого кейса. Вот у нас есть наш Excel-файл. По сути, система может принимать данные из четырех типов источников встроенными методами. Это SQL-подключение, Excel и CSV-файлы, а также встроенная система сбора данных. Про нее мы тоже поговорим, но чуточку позже. Из любых других систем можно получить данные, если у них есть API, и подключиться непосредственно, соединить API нашей внутренней базы данных и той системы, с которой мы хотим работать. Но сегодня мы не будем трогать API и вообще говорить про него. Мы будем говорить про то, как нам работать с таблицами, а таблицы будем получать стандартным методом. На самом деле, собирать из различных Excel-файлов. Итак, знакомимся с нашим первым Excel-файлом. Сейчас я вам пришлю на него ссылку. Итак, вот наша ссылка. Я поделюсь ее в чате. А пока вы скачиваете файл, вам его не обязательно открывать на своем компьютере, но желательно скачать. Поэтому, если у вас нет Microsoft Office, то это совершенно нас никоим образом не беспокоит. Что здесь у нас есть? Центр контроля за заболеваниями европейский предоставляет следующую статистику. Он предоставляет данные по количеству обнаруженных случаев заболевания нашей коронавирусной инфекцией по дням для каждой страны. Здесь всего 210 стран. И данные с начала всей этой истории и до вчерашнего дня, по сути, до 13.09. Все это уместилось в небольшой, на самом деле, датасет в 42 тысячи строк. Но, я думаю, это не сильно вас смутит, то, что у нас небольшой набор данных. Нам главное понять концепцию, как с ними работать. По сути, сейчас в системе, как раз начиная с 2.16, было снято ограничение на размер загружаемого файла в 100 мегабайт. И теперь абсолютно нет никакой разницы, какое количество данных мы будем грузить. Только будет зависеть время этой загрузки, которое также стало быстрее. По сути, если мы говорим про Excel-файлы, единственное, что нас ограничивает, это, в принципе, максимальный размер самого Excel-файла в строках. Просто сам формат не поддерживает, условно говоря, более чем 3 миллиона строк. Мы сейчас будем работать вот с этим тестовым файлом. Удалось ли вам его скачать? Да. Отлично. И теперь, долго смотреть мы на него не будем, мы возьмем и попытаемся этот файл загрузить. Для этого мы познакомимся, а те, кто уже знает, вспомнят, как работать с нашей системой. Как мы сейчас с вами будем поступать? Я буду показывать то, что мы будем делать на своем экране, а вас я буду просить повторять, по сути, то же самое на своем мониторе, на своем компьютере. Первое, что мы с вами сделаем, это перейдем на наш тестовый сервер, и зайдем непосредственно в, увидим экран, залогинимся под редактором. Каждый из нас сегодня будет сидеть под одним и тем же пользователем. Что мы видим? Мы видим аналитический портал. В идеальном случае, который я могу сейчас вкратце показать для тех, кто не знаком с системой, аналитический портал выглядит вот примерно таким образом. Здесь открываются рабочие дашборды. Сперва открывается дашборд на главной странице, который либо предоставляет какую-то информацию, либо в дополнение к этому позволяет как-то перемещаться по другим разделам. Например, перейти в раздел, соответствующий одной из вымышленных компаний. Сейчас на аналитическом портале есть несколько разделов, на которые я сейчас показываю, и они соответствуют каждой своей вымышленной компании. Компания, которая занимается дистрибьюцией бытовой техники, строительной компанией, телекоммуникационной компанией. Все эти дашборды, они интерактивные, каждый состоит из своего набора элементов. По сути, аналитический портал, мы вот зашли по адресу Apple Media Room, я показываю нашу... Можно здесь маленькое уточнение? Для вас и для коллег. То есть на вашем портале широко используются виджеты и стили оформления, которых нет в базовом комплекте. Поэтому это, ну, честно говоря, сталкиваешься с этой неожиданностью сразу, как только начинаешь. Вот как-то у вас вообще планируется расширять этот базовый комплект, чтобы там появлялись все эти виджеты, и можно было как-то интерактивно менять стили оформления, а не вот... Вопрос состоит из двух частей. Я на него, на самом деле, отвечу в двух частях. Первое. Планируется ли добавлять новые виджеты в базовый комплект? Ну, в перспективе да, но сейчас каких-то вот конкретных планов с датами их нет. Сейчас как раз все вот виджеты, которые выходят за пределы там стандартных, они добавляются с помощью пользовательских виджетов, которые может предоставить, условно говоря, наша техническая поддержка. Да, это сейчас накладывает определенные ограничения и некоторые трудности работы с этим, но, к сожалению, пока вот на сегодняшний день от этого, скажем так, уйти не получается, потому что есть просто, скажем так, более, скажем так, критичные элементы, которые нужно закрыть разработкой. Мы понимаем, что в этом есть сложность, и аналитики — это совершенно не те люди, которые хотят... хотят, ну, кто-то хочет, а кто-то в большинстве случаев нет взаимодействовать с чем-то, что представляется в виде какого-то кода. Там, условно говоря, вставить его еще куда-то это можно сделать, а вот если в нем нужно разбираться, что-то искать, то это некомфортно просто. Поэтому, конечно, в перспективе мы будем от этого уходить, но а пока вот в более ближайшей перспективе у нас появится такой, скажем так, курс продвинутой визуализации в системе как раз-таки для аналитиков. Он как раз поможет понять то, что происходит именно на уровне, вот где там написан какой-то код, если вы, в принципе, не являетесь программистом, никогда им не были и не хотите, скажем так, им становиться, но понять какие-то моменты и уметь что-то где-то подправить в системе вам хочется. Если вот у вас будет такая, скажем так, потребность, то со временем, ну это, скорее всего, даже будет в этом месяце, мы научимся делать так, чтобы аналитикам стало комфортнее работать с тем, что сейчас делается кодом. Мы на двух уже пресейлах столкнулись с этой проблемой, поэтому нам, конечно, это нужно. Потому что заказчики, они просят не, ну, всегда в стоп-процессутик уходить за рамки вот этого контакта. Да, и я как бы с этим полностью согласен. Я сам тоже как бы никогда, ну, не знаю, может быть, лет 10 назад я еще и был когда-то там, начинал программистом, но последние там лет 8 я был от этого далек, но мне пришлось самому тоже в эти вопросы втянуться, разобраться, и на самом деле, если такое желание есть, то мы вам поможем с этим разобраться, чтобы вам было чуть комфортнее. Вот. Потому что, да, практика показывает, что выходить за пределы именно стандартных возможностей, это приходится. Вот. Ну, тут еще просто я добавлю, что желание-то, конечно, у нас есть, потому что, ну, это вынужденная необходимость, потому что, ну, необходимо предоставлять результаты работы в каком-то более-менее приличном, оформленном виде, да, и чтобы это сделать, просто базовых возможностей не хватает. Но тут дело не в желании нашему программировать или не программировать. Тут сидят трое из пяти, да, бывшие программисты. Отлично. Мы прекрасно представляем себе, что такое программирование. Извините, вот эта деятельность по формированию аналитических представлений и деятельность по программированию – это не пересекающаяся деятельность. То есть, ну, невозможно, когда ты сидишь и думаешь над моделью, переключаться на деятельность по написанию кода. Это, ну, настолько разнородная деятельность, что невозможно совмещать. Никогда в аналитических платформах, ну, вот это вот не делает, чтобы один человек совмещал такие функции. И, ну, скажем так, в нашем видении того, как идет работа с платформой, обычно вот то, что происходит именно с кодом, этим занимается обычный разработчик. То, что происходит, приходится делать аналитику, это только лишь пользоваться результатами либо того, что сделал его разработчик, который сидит в соседней комнате, либо тем, что может предоставить там техническая поддержка, условно говоря. К сожалению, программист не всегда может и не всегда представляет, как должен выглядеть виджет и что там должно быть, и как это связано. Потому что очень часто именно аналитик, когда понимает, он знает модель, он понимает, как увязаны между собой данные, и он видит, почему тот или иной виджет работает неправильно, и получается очень большие трудозатраты при взаимодействии с работчиком, чтобы объяснить ему, что не так. Но мы это проходили, потому что с вашими ребятами на прессе или очень плотно взаимодействовали. Вот, поэтому в результате работ приходится самому по вариации для того, чтобы где-то что-то прописать, чтобы это работало. И понять, что это не работает, тоже уходит достаточно много времени. Поэтому, конечно, нам нужен будет этот курс, но люди права в том, что получаются очень большие трудозатраты по выполнению той или иной операции. Если она, скажем, на другой платформе занимает у нас 10 минут, то здесь она занимает 2-3 часа. И это очень нехорошо, так что зрение любого даже прессейла. То есть правый затрат на прессейл, они несколько раз, раз без этого, увеличат. Вот о чем я тут говорю сейчас. Ну, с моей точки зрения. Потому что, ну, у нас вот был прессейл, и мы можем сказать, что это связаться с вашими разработчиками, объяснить им, что не так. Они что-то сделали, сделали не то, что нужно. Ты опять с ними связываешься, объясняешь, в чем они ошиблись. Ну, неважно, ваши разработчики или наши разработчики будут. Любой разработчик, он не привязан к аналитической платформе. Он знает там США, как раз, да, или Джава-Скрипт он знает. А как увязаны данные, то есть как увязаны должны быть, ну, то есть как увязаны должны быть, ну, то есть компоненты виджетов вполне достаточно. Такой момент, это все сложности, поэтому обычно все-таки аналитик тогда делает прессейл. В общем, короче, все это вылезает именно уже на прессейле. Заранее не можешь предугадать, какие будут проблемы. Да, я с вами полностью согласен. И здесь вы полностью правы, что именно аналитику приходится, ну, на самом деле здесь приходится или это его как бы задача в том, чтобы понимать, как это должно выглядеть с точки зрения аналитики. То есть, ну, мне кажется, что особенно когда идет работа на этапе прессейла, там сперва аналитик думает о том, что он может, какую он может аналитическую ценность принести, и как он это может показать, потом он укладывает под эту модель данных, и после этого при попытке что-то делать, ну, или там основываясь на каком-то своем опыте, он понимает, что что-то он может сделать с существующими методами, что-то он не может сделать. И да, когда-то это он понимает быстрее, когда-то это он понимает небыстрее. И здесь я, скажем так, я тоже делаю иногда проекты на нашей системе, и это и моя боль в том числе. И я полностью понимаю и разделяю вот этот ваш запрос, и никто, поверьте, в нашей компании не считает, что вот текущая версия, скажем так, продукта, она идеальна для аналитика. Мы будем двигаться в том, чтобы в том направлении, чтобы именно жизнь аналитика, она упрощалась. Да, сейчас, скажем так, было принято решение, чтобы большинство задач можно дойти до какой-то степени, чтобы большинство задач можно было решить, ну, если не простыми способами, то какими-то ограниченными способами обходных путей. Где-то что-то можно было, условно говоря, докодить или еще что-то. И вот в тот момент, когда основные эти моменты выполнятся, все начнет, скажем так, потихоньку улучшаться. То есть, вот, например, я разговаривал то же самое с Иваном, он мне лично обещал, что вот в ближайших двух релизах мы будем двигаться в сторону комфорта работы с аналитиками. Потому что я провожу обучение, я вижу вот те проблемы, которые люди высказывают, и это нормальная ситуация, да, что вам что-то не нравится, потому что есть действительно сложные моменты. И мы должны над этим работать. И тот факт, что вы лишний раз об этом скажете, только приблизит нас к решению этой проблемы, потому что я там после нашего сегодняшнего обучения, условно говоря, в разговоре со своими коллегами скажу, что вот наши партнеры из ФРСА вот тоже жалуются на то, что вот с этим работать невозможно. Давайте мы подумаем, как мы сделаем их жизнь легче. Но здесь тоже нужно понять, что, условно говоря, 15 сентября эта модель, скажем так, то, как работает система, она тоже не изменится. Она в будущем изменится, но... Есть некоторые вещи, которые мы отослали уже в виде документа год назад, и до сих пор ничего не сдвинулось с мертвой точки. Вот здесь больше даже, как я вижу, ну, со своей стороны, да, то есть здесь проблема даже не в том, что... Больше не в том, что система там многие вещи не может сделать. А первая даже очередная проблема в том, что уходит много времени на том, чтобы понять, можно ли сделать это в системе или нельзя это сделать в системе. И это выражается в каком-то негативном, там, личном ощущении, когда ты пытаешься что-то делать, ты думаешь, что оно сработает, ты вкладываешь в это час-два, а потом раз, а оказалось, что нет. И это, конечно, плохо. Здесь больше, возможно, даже с нашей стороны, ну, скажем так, более быстрым и правильным решением будет с нашей стороны как-то чуть больше участвовать где-то в консультационной части по тому, что вы там планируете сделать вот на этапе пресета, чтобы как-то быстрее говорить. Это можно сделать там стандартными виджетами, с этим у вас не будет проблем. А это вот можно сделать, и у нас есть заготовка, вы не мучаетесь, это нельзя сделать стандартным способом, но вот это можно сделать заготовкой. А вот это то, что вы хотите сделать, это пока еще никто не делал, да, это можно сделать, но на это потребуется время. То есть вот хотя бы там, условно говоря, обсудить вот какую-то подобную меру, да, это не решение той, ну, скажем так, не решение изначальной проблемы, но прямо сейчас, да, ни вы, ни я не сделаем так, что завтра там или там через неделю платформа изменилась. Но вот какие где-то получить вот какие-то улучшения именно на уровне самого нашего там бизнес-процесса, процесса взаимодействия, это более реальная задача и выполнимая. Я думаю, вы друг друга услышали. Я предлагаю двигаться дальше, чтобы успели пройти без неделя. Ну, собственно говоря, я бы не... На самом деле... Да, и в любом случае я очень благодарен вам за фидбэк, и, честно говоря, он всегда отрицательный фидбэк, он более ценен, чем положительный, потому что он показывает то, где нужно что-то улучшать и где нужно действительно быстрее расти. Поэтому не стесняйтесь давать комментарий, что что-то вам где-то не нравится, потому что лишний раз сказанное, оно будет идти дополнительным плюсиком к какой-то определенной строчке, которую кто-то когда-либо уже называл, и именно таким образом и формируется, скажем так, тот самый пул того, что делают в том или ином релизе. Вот, поэтому чем больше будет высказано по поводу того, что есть какие-то элементы, которые нужно доделать, тем быстрее они будут доделаны. Ну, мы этим славимся. Вот. Ладно, хорошо, поехали дальше. Сервовый сетей потом расскажем. Отлично. Итак, а я-то сюда зашел для того, чтобы показать, как выглядит в целом аналитический портал и в чем его концепция. Для тех, кто, в принципе, не знаком был с платформой. По сути, это единая точка доступа для любого пользователя, будь то бизнес-пользователь, который, собственно, изучает эти дашборды, либо это может быть аналитик, или это может быть администратор. Соответственно, бизнес-пользователь, понятно, да, он просматривает дашборды, делает себе какие-то пометки и отправляет себе, коллегам, кому-то там, экспортируя все, что он здесь нашел, все, что ему стало интересно. Что делает аналитик? Он может перемещаться между другими элементами платформы. Соответственно, вся навигационная часть находится в правой верхней части нашего аналитического портала. По центру этой правой верхней части написанными пользователями мы все с вами редакторы, как и у меня здесь, так и на нашем тестовом сервере. А слева и справа есть две навигационные кнопки. Слева есть кнопка с девятью квадратиками, которая позволяет перемещаться между другими элементами. Модуль пользовательской аналитики, который позволяет создавать, ну, давать ответы на некоторые такие простые ad hoc-запросы. И модуль системы сбора данных. С ним сегодня мы поработаем. А в том случае, если нам необходимо работать как редактор, создавать отчеты, то здесь же можно найти дашборд-дизайнер и скачать его. Как раз вот на самом деле сейчас мы можем такую опцию и сделать. Те, кто хотят установить, собственно, дашборд-дизайнер себе на компьютер, могут нажать на символ с девятью квадратиками, спуститься вниз до элемента скачать дашборд-дизайнер, что запустит автоматическое скачивание. У меня маленький вопрос. А вот тут настройка для регламентных отчетов. Ее как скачать? Настройка для регламентных отчетов скачать? Ну, или как ее вообще установить? Про регламентные отчеты и про вот все настройки давайте мы сейчас чуточку позже поговорим. Как раз мы сейчас переходим в непосредственно панель администрирования. И там у нас происходят все настройки. Панель администрирования – это правый верхний символ с шестеренками. Тут есть несколько вкладок. Сейчас вот в версии 2.17 есть непосредственно пять вкладок у нас в панель администрирования. Основные – портал, пользовательская аналитика, система сбора данных и баз данных. Что здесь у нас есть? В основных настройках здесь есть настройки сервера. Они нас сегодня практически не касаются. То, с чем мы можем чаще сталкиваться, но сегодня тоже нет – это список пользователей. Отдельно создается список пользователей, создается список ролей этих пользователей и при необходимости интеграция с LDAP-каталогом. Более интересно – это права доступа. Это новый элемент в версии платформы 2.17. И здесь есть два элемента. Это права доступа на редактирование дашбордов и на просмотр дашбордов. То есть те, кто могут видеть дашборды, и те, кто могут редактировать их. Важно отметить, и сегодня мы про это в конце поговорим, что права доступа на редактирование даются на папки. Не на конкретные дашборды, а на папки, в которых эти дашборды лежат. Далее есть вариант с экспортом и импортом непосредственно данных и дашбордов для переноса между стендами и лицензиями. То, что вы говорите про регламентную отчетность, это вот в версии 2.17 в основную сборку это не входит. Да, это есть, я уверен, как раз вам это показывали на некоторой, скажем так, не основной ветке пока еще. Поэтому показать непосредственно сегодня я вам не смогу на своем тестовом стенде. возможно, я во время обеда запрошу доступ на те сервера, где она есть, регламентная отчетность, и тогда я вам ее покажу. Но вот непосредственно на этом сервере здесь в принципе нет регламентной отчетности. Далее идут настройки портала, настройки пользовательской аналитики, системы сбора данных, и то, что представляет наибольший интерес для нас сегодня, это настройка базы данных VQ. Итак, настройка базы данных VQ. Что здесь есть и чем нам интересна именно эта часть? Именно в панели администрирования, во вкладке настройка базы данных VQ, которая находится по этому адресу, если вдруг кто-то отстал, то я скину ссылку просто в чат, мы и загружаем данные, а также создаем наши многомерные модели. Сама по себе база данных VQ VQ – это InMemory, ALAB, база данных. Она находится постоянно в оперативной памяти сервера платформы, что позволяет несколько ускорить именно скорость обращения к ней и получения ответов, а также вычисления. Тот факт, что она ALAB, онлайн аналитикс процессинг, говорит нам о том, что она оптимизирована под выполнение как раз аналитических запросов. Не под добавление каких-то записей в эту систему, не под непосредственно обращение к каким-то конкретным ячейкам, а под ответы на аналитические запросы, многомерные аналитические запросы. Что такое многомерный аналитический запрос? Это запрос очень простого, такого, скажем так, бизнесового уклада. Когда мы говорим с бизнесом, чаще всего они оперируют, сами того не подозревая, не подозревая многомерными аналитическими запросами. Они спрашивают, какая у нас выручка по филиалам. И это многомерный аналитический запрос. Он идет к показателю выручка по измерению филиала. Или какие у нас пять лучших менеджеров по продажам и по выручке. Мы оперируем, соответственно, измерением менеджера, мы оперируем непосредственно с суммарными продажами и суммарной выручкой и берем там из них топ-5. Когда мы обращаемся, создаем вот такой многомерный запрос, мы идем по одному или нескольким измерениям. Одновременно по менеджерам, по календарю, можем идти по филиалам, по географиям, по направлениям, по каким угодно измерениям. И все те ячейки, которые попадают под тот или иной запрос, они агрегируются. Например, если мы вернемся к нашим тестовым данным, первая у нас по алфавиту страна, которая есть, это Афганистан. И мы можем спросить, какое количество зарегистрированных случаев у нас в Афганистане. Для этого нам нужно взять и найти все ячейки, которые здесь соответствуют Афганистану. После чего нам их нужно сложить. Многомерная наша база данных делает то же самое, когда мы задаем такой вопрос. Она находит все элементы, которые относятся к Афганистану и агрегирует их. Но она их не всегда складывает. Она использует некоторую функцию агрегации, которую мы ей зададим. Это может быть сумма, может быть получение максимального или минимального значения, а также пересчет, каунт, или вычисление среднего значения. В системе доступно 5 функций агрегации. Кроме того, мы можем задать более сложный вопрос к двум измерениям. Показать данные по Афганистану за сентябрь. Тогда нам придется взять и Афганистан, и сентябрь. И обратиться к вот этим числам. И, соответственно, применить уже к ним функцию агрегации. Да, у кого-то был вопрос? Или нет? Нет. Хорошо. Давайте посмотрим, как мы вот эту систему, как мы эту таблицу сможем перенести в нашу систему и посмотрим, что с этим потом можно сделать. Итак, возвращаемся в нашу панель администрирования базы данных и куб. Слева у нас есть панель навигации по этому разделу администрирования. Нас интересует тот, который называется база данных. Здесь у нас существует сейчас 5 различных баз данных. 4 из них названы old, а одна из них названа обучением 14.09. Именно с базой данных обучением 14.09 мы и будем работать. По сути, вот такая база данных это логическое объединение некоторых многомерных моделей, с которыми мы хотим одновременно работать. Почему это важно? Это важно потому, что одновременно система может работать только с одной вот такой внутренней базой данных. Вот она называется у нас обучение 14.09. То, с какой базой данных сейчас работает система указана в основных настройках. Видите, по умолчанию здесь была установлена другая база данных обучения 0.3.09. Но мы сейчас ее поменяем на нашу новую пустую базу данных. Нажмем сохранить. Это сделаю только я. И это изменится у нас у всех сразу. Это единожды меняемая настройка для системы. По сути. Если мы хотим переключаться между базами данных, то мы можем менять вот здесь настройки. Когда это бывает важно и удобно? Когда мы работаем с реальными и, скажем так, с тестовыми данными, у нас может быть для них две разных базы. Например, реальные данные могут занимать очень много места и, грубо говоря, работать именно с ними, когда их очень много, при создании аналитического отчета бывает не всегда удобно, потому что каждый раз, когда вы будете там что-то менять, будет вновь отправляться запрос или несколько запросов к базе данных, они будут снова там пересчитываться, это может занимать некоторое время. Особенно, если это очень много данных. Даже, скажем так, не больше времени не на обработку непосредственно запроса, а на отрисовку его результатов чаще всего тратится. Поэтому, может быть, какая-то более маленькая урезанная версия с тестовыми данными с такими же названиями сущностей, с которыми мы работаем. Условно говоря, продуктовая версия и версия для разработки. И мы можем их переключать. Но, сейчас мы говорим о том, что сегодня мы работаем только с одной. И в целом, наверное, чаще всего на проекте работают именно с одной базой данных. Пока, скажем так, непосредственно вот эта функциональность, она используется, скажем так, слабо. Есть планы по ее расширению именно с точки зрения там разработки, но пока это некоторая логическая связь сущности, которая находится в ней. все те многомерные модели, которые мы создадим внутри этой базы данных, они будут нам видны при работе с дашборд-дизайнером. Все, что будет находиться в других базах данных, мы видеть не будем. Если мы откроем вот нашу базу данных обучения 14.09, для того, чтобы открыть, нужно нажать на собственно символ с кружочком, чтобы стрелочка указалась вниз. мы увидим, что здесь есть сейчас пять различных сущностей. Это планы загрузки, загрузчики, таблицы, измерения и группы показателей. Что это за сущности и как с ними работать? Самая первая, скажем так, историческая сущность это загрузчики. Именно с помощью загрузчика мы выбираем, какие данные нам загружать. Каждый загрузчик создает свою одну единственную таблицу. Это может быть таблица фактов, это может быть список, справочник измерений, там может быть несколько или одно измерение, но в любом случае один загрузчик создает одну таблицу. Потом на основе тех таблиц, которые мы создали, либо на этапе загрузки, либо уже следующим шагом, мы создаем измерения и объединяем измерения и показатели в группу показателей. Группа показателей это по сути есть название многомерной модели. То, что значится здесь первым пунктом, а именно план загрузки, по сути является логически является последним шагом, а именно возможность настройки автоматического обновления загрузки данных. Сейчас мы как раз и познакомимся с загрузчиками. Чтобы создать загрузчик, вот сейчас я попрошу вас всех за мной повторять, мы нажимаем на раздел загрузчики и находим справа большую зеленую кнопку добавить загрузчик. Как только мы добавляем загрузчик, у нас спросят дайте наименование загрузчика. мы будем загружать все сейчас один и тот же файл. На практике так, конечно, никто не делает, но нам это нужно для того, чтобы просто физически пройтись и прочувствовать своими руками весь этот процесс, понять, что куда нажимать, чтобы оно работало. Итак, даем наименование загрузчикам. Так как мы все грузим одни и те же данные, то в теории мы бы могли взять и назвать их одинаково, потому что названия должны соответствовать логической сущности того, что мы с вами делаем. Но мы сегодня немножко отойдем от этого плана. Так у нас будет несколько заданий, они будут на похожих данных, поэтому сперва в наименовании загрузчика мы будем писать префикс задания. это exercise 1, поэтому мы называем его x1 все. Далее можно поставить тире, можно поставить нижнее подчеркивание, как вам захочется, можно просто поставить пробел, это тоже работает. Далее мы напишем, соответственно, чей это загрузчик, напишем хотя бы там три буквы фамилии, чтобы нам понимать и работать каждый со своим загрузчиком. Вот я Дмитриев, я написал DMI. Можно писать на русском языке, если так лучше. В любом случае, если вы будете писать на русском языке, наименование таблицы все равно идентификатором будет на английском получаться с транслитированием того, что вы напишите на русском. И последняя часть, она как раз таки отвечает за будет смысл того, что мы туда написали. Мы сейчас грузим данные по кейсам, поэтому мы и напишем название таким образом. Первая часть у нас отвечает за то, что это первое задание, второе это принадлежность к какому-то пользователю, условно говоря, а третья часть говорит о том, что мы грузим данные по кейсам. по случаю идентифицированных заболевших. После этого нажимаем кнопку сохранить наименование. Если все прошло хорошо, то слева в списке загрузчиков вы увидите ваш загрузчик. Вы увидите только ваш загрузчик, все остальные пока не увидите, даже если все их тут же сделали параллельно с вами, потому что при создании загрузчиков при нажатии сохранить наименование обновляется и добавляется только ваш слева. Все остальные возможно уже тоже есть, но вы их просто пока не видите. Далее нужно выбрать тип источника. Здесь все просто SQL, CSV или Excel файл. Мы с вами работаем с Excel файлом, поэтому выбираем Excel. Он может находиться как на нашем локальном компьютере, так и по сети. Сейчас мы берем и подключаем его, скорее всего, из папки загрузки, а я подключаю его из своей папки, и он у нас называется Geographic Distribution с Postwix Full. У вас это пока просто единственный файл. После того, как мы выбрали файл, нажимаем кнопку Сохранить настройки. Что делает кнопка Сохранить настройки? И что же это за настройки? Когда мы работаем с Excel, настройка у нас всего лишь одна. Это собственно имя файла. Точнее путь к нему. Когда мы работаем с CSV файлом, при нажатии Сохранить настройки, у нас также сохранится символ разделителя колонки и разграничитель строк. Когда мы работаем с SQL запросом, после нажатия на кнопку Сохранить настройки, у нас сохранится SQL подключение и текст SQL запроса. SQL подключение определяет, к какой базе мы подключаемся, а SQL запроса, что мы из нее хотим достать. В тот момент, когда мы нажали на кнопку Сохранить настройки, мы можем перемещаться дальше по каким-то элементам, выходить из панели администрирования, но вот те настройки загрузчика, которые мы сделали, а именно в данном случае выбрали файл, они уже сохранились. Но никакие данные еще не были загружены. Мы пока только сказали системе, что данные будем брать из этого файла. Чтобы взять эти данные и превратить их в нашу многомерную модель, нужно нажать на следующую кнопку. На кнопку настроить структуру. при нажатии на эту кнопку у нас открывается окно превью. В окно превью показывается первая тысяча строк. У нас влезли в первую тысячу, только, видимо, не так много стран. Афганистан, Албания, Алгерия и Андорра с Анголой. Все остальные не влезли. На что нужно обратить внимание в этом окне превью. во-первых, вы видите все колонки, которые здесь загружаются. Превью не ограничивает количество колонок. Если бы их у нас было бы здесь 50, то снизу была бы полоса прокрутки, которая позволяла бы увидеть все колонки. Далее, вы можете заметить, что у каждой колонки есть название. По умолчанию это слово колон и какой-то идентификатор числовой. где используются эти названия? Эти названия используются для последующей адресации и связей измерений показателей с нашей таблицей. Если же в нашей таблице есть свои собственные названия, которые позволяют нам лучше ориентироваться, то мы можем нажать на кнопку таблицы с заголовками, поставить галочку в чекбоксе и наши заголовки с первой строки переедут в заголовки столбцов. У нас есть столбец date, у нас есть столбец cases с количеством случаев, которые были зарегистрированы в данную конкретную дату, столбец countries and territories, где у нас указано country, country code, сокращенное название из трех букв, и continent exp, это собственно название континента. В данном формате собственно данные предоставляются непосредственно источником, из которого данные были взяты. Если мы хотим поменять и дать какие-то свои названия, то мы можем взять и нажать на это поле. И, например, название countries and territories поменять на просто countries. Например, continent exp поменять на просто континент. Если нам так больше нравится. можем взять и полностью переименовать все, что здесь есть. Например, date переименовать в дату, за которые получены данные в соседнем столбце, если такое есть желание. Но не будем сильно отвлекаться и увлекаться этим. Нам есть еще о чем здесь поговорить. Сами данные, которые здесь загружаются, они при загрузке будут определены в данном конкретного типа. Это важно для того, чтобы правильно хранить данные, правильно выделять место на данные и правильно осуществлять с ними математические операции. Например, складывать и вычитать строки система не умеет, а пересчитать она их вполне может. Для того, чтобы понять, какой тип данных был определен системой для каждой из этих колонок, мы можем посмотреть слева в первый элемент, слева от названия. Рядом с date нарисован вот такой календарик. Рядом с cases написано 123.0. Рядом с country с кодом и континентом написано ABV. Это и есть аббревиатура типа. Запоминать, что значит каждая аббревиатура не надо. На практике вы, конечно, запомните это очень быстро. И, в принципе, это понятно, что календарик это дата, число это число, а ABV это строка текст. Но можно посмотреть, что это такое, если нажать на каждый из этих элементов. Нажимаем на календарик и у нас выпадающее меню появляется с большим количеством, хорошо, небольшим, с девятью различными вариантами того, какие вообще могут быть типы данных. Они могут быть числовыми, и таких вариантов несколько. Это вещественное число, длинное целое число, короткое целое число и просто целое число. так как, как вы говорите, многие из тех, кто здесь присутствовали, это бывшие программисты, то вы знаете, что существуют разные типы данных. Long end, short end, но практически в любом языке программирования. По сути, они отличаются тем, какое количество памяти выделяется для записи тех или иных чисел. На практике, особенно при работе с не очень большими объемами данных, это не критично, какой тип вы выберете. Длинное целое, короткое целое, целое или вещественное число. Понятно, что если у вас только нолики и единички, то вы можете выбрать короткое целое число, и этого вполне будет достаточно. Каждый следующий тип данных целое число и длинное целое число будет потреблять в два раза больше памяти. Но и, конечно, хорошо правильно определить, какой это тип данных. Чем точнее, тем более эффективно будет использоваться память, но это не всегда критически важно. дата. Но есть другие типы данных, это строка текст ABV, ну и собственно наш календарик это дата. Есть форматы дата и время и просто время. Сами форматы они могут быть записаны в разном виде. Для того, чтобы понять, что вот эта дата записана через тире, через слэш, через точку или еще как-то будет действительно правильно интерпретирована системой, что система поймет, где здесь год, где здесь месяц, а где здесь день. Чтобы это произошло, нужно нажать на шестеренку слева от даты и убедиться, что формат даты год, месяц, день соответствует с тем, как система на превью определяет значение строки. Система определяет 2020.09.13 это год, месяц, день. если это не так, в нашем случае это так, но если это не так, то мы открываем выпадающее меню, ищем тот формат, который нам нужен, или мы берем и ручками вводим тот формат, который нам нужен, в соответствии с подсказкой, которую можно получить, непосредственно нажав на вот этот вопросик справа. Меня устраивает формат по умолчанию, поэтому я ничего менять не буду. выбирать какое конкретное число я тоже сейчас не буду, мы оставим его по умолчанию, все числовые значения будут определяться как вещественное число. Также стоит отметить, что вот эти прикидки, которые делает система, она определяет, например, что-то как строку, что-то как число, что-то как дата, она делает не методом анализа всего набора данных, или там первых десяти тысяч или первой тысячи. Она анализирует все только лишь по первой строке. Поэтому иногда могут возникать ошибки при определении того, какой тип данных у вас присутствует. Тогда, если система выберет ошибочный тип данных, вы увидите в определенный момент ошибку. либо при загрузке данных, либо уже при работе с ними. Но сегодня я это все покажу и расскажу, как на это нужно реагировать. Так что здесь не переживаем особо по этому поводу. Итак, что у нас есть еще? Слева есть еще два символа. Это перечеркнутый кружочек и большая зеленая галочка. Галочка-то белая, но на зеленом квадрате. Так вот, эта галочка означает, что этот столбец мы хотим загрузить. Сейчас, когда мы смотрим на превью, у нас есть два пути. Просто взять и загрузить эти данные в систему. Вот как эту таблицу. Появится просто таблица и не будет еще никакой многомерной модели. Просто денормализованная таблица. И мы можем это сделать. для этого нужно просто поставить вот эти галочки в тех столбцах, которые мы хотим загружать. После этого мы можем нажать на кнопку сохранить. Я сейчас это покажу, но вы это можете не делать, просто посмотреть. Я нажимаю кнопку сохранить, загрузить данные. данные вот-вот уже почти загрузились, загрузка завершена и у меня появилась таблица. Просто появилась таблица с названием EX-DMI CASES. Никаких измерений, никаких показателей, ничего этого еще не появилось. Потому что я и не говорил, а что это такое. Но таблица уже появилась. Все, про XR-ку вот на этом этапе мы могли бы забыть уже. Данные приехали в систему. И дальше мы можем обращаться просто к этой таблице. Если я удалю свою XR-ку с компьютера вот прямо сейчас, данные уже есть, и мы с ними можем работать. Данные находятся в системе. Если же я не хочу просто загрузить таблицу, то на этапе редактирования структуры мне нужно решить еще один вопрос. Что из этих данных будет измерением, что из этих данных будут показателями, и есть ли они у меня здесь в принципе. Итак, первое, мне нужно понять, есть ли у меня измерение. Измерение у меня здесь есть. Это измерение по дате и измерение по странам. Страны, их аббревиатура и континенты это мои измерения. Есть ли у меня показатель? Для чего мне нужно понимать, есть ли он у меня или нет? Если у меня он есть в таблице, то я по сути могу создать целую полноценную многомерную модель или группу показателей в нашей терминологии. если его нет, то я могу просто загрузить справочник. В нашем же случае он есть. Поэтому мы можем сразу нажать на кнопку добавить и выбрать здесь группу показателей. группу показателей мы будем называть точно так же, как мы с вами называли по тому же принципу, что мы называли с вами загрузчик. EX1 пробел часть фамилии или целая и cases. вот примерно так должно быть и нажимаем применить. Мы сказали системе, что вот сейчас мы будем загружать нашу группу показателей. После этого нам нужно пройтись по каждому столбцу и сказать, что каждый из этих столбцов чем он является измерением или показателем. Самое явное это наш показатель вот cases. Мы нажимаем на перечеркнутый кружочек и у нас есть три варианта. Не использовать его в группе показателей, использовать его как измерение или использовать как показатель. В нашем случае это показатель. Когда мы выбираем показатель, нас просят выбрать непосредственно функцию агрегации, которая будет к нему применяться по умолчанию. Функция агрегации это то, что мы делаем с ячейками, если под аналитический запрос попадает несколько значений. Мы можем их либо суммировать, либо пересчитать их количество, найти минимум и максимум, или взять среднее. По умолчанию мы будем их суммировать. В последствии у нас будет возможность взять и поменять функцию агрегации непосредственно при запросе к данным. Но если бы сейчас нам пришлось эти данные агрегировать, то мы бы воспользовались непосредственно этой функцией, которая указана здесь. А почему нам могло бы понадобиться агрегировать данные уже прямо сейчас? потому потому что когда мы загружаем данные по дате, у нас есть несколько опций. Нажимаем на перечеркнутый кружочек рядом с датой и видим, что здесь есть три опции. Есть показатель, измерение и дата. По сути, дата – это наше измерение, конечно же, потому что мы можем смотреть какие угодно данные в разрезе по дате. Но дата вынесена отдельным системным измерением, благодаря чему на ней построены разные агрегации, разные гранулярности введены, есть возможность с ними работать. И поэтому если мы хотим к этим всем возможностям обращаться, то нам нужно выбирать дату как дату, а не как просто измерение. Мы выбираем дата и в нашем выпадающем меню есть шесть опций. Это минимальная гранулярность. Что такое минимальная гранулярность? Минимальная гранулярность – это минимальный промежуток времени, к которому мы будем обращаться при анализе. Он может быть днем, недели, месяцем, кварталом, полугодие или годом. Если мы выберем месяц, то мы возьмем и все, что меньше месяца, сагрегируем. Все наши данные, которые у нас по дням, они проагрегируются в месяцах. Так как мы выбрали функцию агрегации сумма, то они просуммируются. Выбрали бы агрегацию непосредственно среднее, посчиталось бы среднее. И впоследствии, когда мы будем работать с этой моделью данных, мы не сможем опуститься ниже, чем выбранная здесь минимальная гранулярность. Если мы здесь поставим месяц, то сможем смотреть данные только по месяцам. Точнее, не только, а по месяцам и выше. Месяца, кварталы, полугодия, года. Поэтому сейчас мы выбираем день, то, что будем смотреть данные по дням. И остались у нас еще три элемента. Можно вопрос подать? Конечно. Мы когда грузили 16 данных, у нас были проблемы с тем, чтобы указать не дату, а месяц. То есть если бы указали гранулярность месяц, то у нас было только месяц, а не дата полностью, то у нас работало с ошибки. Если у вас искусственно создавать первую дату каждого месяца, для того, чтобы загрузить корректно данные. то есть не определялось измерение дата. Когда мы пытались это сделать, то у нас включили... То есть несмотря на наличие такого формата в списке, он с этим форматом не работал в 2.16. Я понимаю, о чем вы говорите. То есть у вас было написано например 0.2. Да? У нас было написано 0.2.2020. 0.2.2020. Да. Соответственно вот то, что здесь мы выбираем, это гранулярность, это не формат данных. Вот здесь он на вход принимает формат, который описан вот здесь в настройках даты. Мы это все устанавливали. Мы ставили здесь месяц и год, там мы ставили месяц, мы обращались в техподдержку, нам сказали, что нужно обязательно указывать дату. поэтому нам пришлось искусственно ставить первое число каждого месяца. По сути, у нас данные за месяц лежали, но нам пришлось это делать искусственно. И у нас из-за этого возникли проблемы потом с расчетом различных временных показателей. хорошо, давайте мы сегодня попозже проверим, как будет работать в 2.17 вариант, если мы указываем неполную дату. Да, это будет очень интересно. Секунда, помечайся. ну, чтобы исходных дамок были только месяцы. Да, я понял, что было написано, например, ну, даже можем просто с годом попробовать, ну, или с месяцем. хорошо, да, попробуем тот самый кейс, который вам интересен. Итак, и остались у нас еще три столбца. И эти столбцы, они по сути являются измерениями. У нас есть измерение стран и есть измерение континентов. Ну, и в принципе измерение кода это тоже отдельное измерение. Но мы можем либо создать три разных измерения и никто собственно ничего против не скажет, либо мы можем создать одно измерение. Во-первых, давайте поговорим о том, как оно создается. Для этого нужно работаем с самым первым столбцом с country, нажимаем на перечеркнутый кружочек, выбираем измерение, и так как мы еще ничего не создавали, вот это наша первая многомерная модель, то единственное, что мы можем сделать, это создать новое. Чуть позже мы сегодня поработаем активно с пунктом выбрать существующее. Нажимаем создать новое, и в наименовании измерения пишем название нашего измерения. Придерживаемся правил наименования наших. Внимай, countries. нажимаем применить. Далее, у нас появилось первое измерение. Первое измерение, которое называется вот так, как я задал, и в нем появился сразу же первый атрибут. Есть измерение, и в нем есть элементы. И соответственно, вот наши элементы, они называются, будут называться так, как указано в столбце. Это будут страны, countries. Далее, мы можем повторить такую же процедуру для каждого следующего столбца. Создать для них отдельное измерение. Но мы можем сделать и по-другому. Мы можем нажать на пинчерк кружочек, выбрать измерение, и здесь у нас есть еще дополнительная опция. У нас есть опция выбрать то измерение, которое мы только что создали. Таким образом, мы внутри нашего измерения создаем некоторый справочник, у которого есть два атрибута. Есть название стран, и у каждой страны есть атрибут с кодом. Далее мы можем точно так же поступить и с континентом. Выбрать измерение, и обратиться также к странам. Теперь у нас у каждой страны есть два атрибута по сути. Есть код, есть континент. Формально это три равноправных атрибута. Мы сможем смотреть данные как в разрезе по континентам, так в разрезе и по странам, также в разрезе, если нам интересно, по нашим кодам. Таким образом, в нашей системе получилось, в нашей таблице, сейчас получилось одно измерение с тремя атрибутами, один показатель и дата. Стоит обратить внимание на некоторую дополнительную кодировку, которая подсказывает, что есть что. если вы обратите внимание, то на месте наших перечеркнутых кружечек появились другие символы. Все, что является измерением, выглядит в качестве некоторых осей координат. А то, что является показателем, в виде гистограммки маленькой. Вот у нас раз, два, три, четыре столбца относятся к измерениям и один показатель. Кроме того, есть цветовая кодировка. То, что относится к нашему измерению, моему измерению EXTMI countries, оно покрашено в рыжий цвет. То есть, вот само облачко рыжее и есть рыжий элемент сверху. То, что относится к группе показателей, оно покрашено в синий цвет. Дата покрашена в синий цвет, несмотря на то, что это является измерением, потому что в дате есть некоторая настройка, которая привязывается непосредственно к данным. А именно гранулярность этих данных. То есть, сейчас у нас есть одно большое измерение дата. Оно в системе уже зашито по дням с 1970 по 2050 год. Если нам нужно больше, оно автоматически достроится. То есть, уже вот это измерение, оно там есть. Нам нужно только сказать, какие элементы нам нужны и в какой гранулярности. Гранулярность же мы определяем применительно к нашим данным. Поэтому и покрашено оно здесь в цвет группы показателей. Сами вот эти собственно наши измерения справа, которые мы создали. По сути, это справочник стран. Он может вполне спокойно существовать и вообще без каких-либо данных сейчас. Там все равно будут эти страны, у них будут коды и континенты. Чтобы завершить вот этот процесс, нам нужно нажать на кнопку сохранить. А после этого нажать на кнопку загрузить данные. В этот раз после загрузки данных у нас не просто загрузится таблица, но создадутся измерения, а также группа показателей. Вот вы видите уже сразу у нас создались 4 таблицы, у нас создались наши измерения и у нас создались группы показателей. Итак, мы закончили загружать самый наш простой вариант и для того, чтобы нам дальше двигаться, нам потребуется как раз дашборд дизайнер. Сейчас у нас самое время уйти на некоторый 10-минутный перерыв, но давайте мы его перестим на него уйдем. Мы сделаем так, чтобы каждый из нас имел доступ к дашборд дизайнеру и у него все работало. Давайте мы начнем с того, что поставьте пожалуйста плюсик в чат те, у кого дашборд дизайнер уже есть. так, так, отлично, Анастасия и Юля, прекрасно, и Екатерина, у нас значит Людмила и Ирина. Людмила, вы хотите работать через RDP или поставить его себе на компьютер физически, какой вам вариант приоритетнее. Ну, на компьютер физически у меня просто технической возможности уже поставить нет, у меня все не влезает, что надо поставить для него. Смотрите. Если я просто перейду с другой компьютер, я могу, у меня там нет этого. Смотрите, я сейчас в чат сбросил удаленное подключение к платформе. Выглядит оно следующим образом. Это просто файл, который нужно будет два раза запустить. Он скажет, что сейчас вы хотите подключиться удаленно к вот такой системе, которая называется Dashboard Designer. И мы говорим подключить. Далее он запросит учетные данные. И здесь и здесь сейчас мы проверим. Значит, я буду Student 3 и сейчас я вам отправлю ваш пароль как только у меня все успешно пройдет. Мы согласились с подлинностью сертификата. Итак, давайте я просто вам в чат Людмила и Ирина отправлю. И открывается вот такое окно выбора сервиса администрирования. Так. Как немножко склопнуть экран, чтобы он не весь экран занимался, чтобы увидеть свой, чтобы можно было другой дизайнер открыть. Еще раз, как у меня сейчас весь экран занимает, я могу переключиться на другой экран, а свой диск я не вижу, чтобы вы можете нажать кнопку Windows и стрелочку например влево или стрелочку вправо и тогда любое приложение будет занимать только часть половины экрана. Так, Людмила, я вам отправил Ирина, теперь я вам вашу логин пароль отправляю. Ирина, я вам еще раз логин не месяц. Продолжение следует... Продолжение следует... С RDP там уже все настроено, здесь есть пункт add.polymedia.ru. Для тех, кто работает со своим даже борт-дизайнером, нужно нажать на кнопку «Добавить». И в строчку «ip.dns» вбить add.polymedia.ru. Вы знаете, у меня настолько зафиксированы краски, я не могу перейти на свой, чтобы запустить. То есть я не могу сделать просмотр, демонстрацию экрана, не могу минимизировать. Я еще раз... Какой именно экран... А, имеется в виду трансляция Zoom у вас не сворачивается. Нет-нет-нет, подождите. У вас вот трансляция Zoom, она не сворачивается в принципе, да? Да. Сейчас. И, вернее, я могу перейти на открытое приложение, поскольку у меня везде аналитические приложения. А, хорошо. Смотрите, если вы... Если вы нажмете кнопку Windows, у вас появляется... Открывается меню вот такое, как у меня, примерно. Да, открылся. Вот. И снизу можно вот в поиске нажать «Dash», и он нажмет наш борт-дизайнер. Спасибо. Еще один. В любом случае, как бы мы не запускали сейчас дашборт-дизайнер, нам потребуется небольшое время для того, чтобы обновиться. Но для этого сперва нужно создать вот сервис настроек. Его можно... То, что нужно написать в IP с HDNS. Можно получить непосредственно в чате. Написано «EdperMedia.ru». Нажимаем «Окей». Далее откроется авторизация в системе. Она будет происходить по одному и тому же логину «Editor123456EDM». И после этого либо пойдет обновление дашборт-дизайнера, либо дашборт-дизайнер начнет уже работать, если он уже обновлен. И он уже занимается timed acabar. И он уже день. И я не знаю. И он еще день. И он уже садился. И он. цель, которую мы хотим добиться, это либо увидеть экран обновления, либо то, что показывано сейчас на экране, а именно открытый конструктор отчетов, конструктор дашбордов. Если один из этих результатов был достигнут, то можно смело идти на перерыв за свежим горячим чаем. Или кофе. Или кофе, да, кто что предпочитает. Вот, идет обновление, это хорошо. Сейчас нам наш перерыв как раз нужен для того, чтобы все обновилось. Главное сейчас мне понять, скажите, пожалуйста, если у кого-то есть какие-то критические проблемы, что-то вот совсем никак не запустилось, чтобы мы могли ее решить. Если такого нет, то сейчас 11.45, и до 11.55 мы расходимся на чай, кофе, кому что больше нравится. Чтобы никто не забыл вернуться, я даже сейчас поставлю нам общую напоминалку, что мы возвращаемся в 11.55. ой, я все закрыл, сейчас верну. до 11.55. и Так, отлично. Итак, продолжаем в 11.55. Я тоже пока отойду, выключу микрофон. Если что, вы пишите, я буду недалеко, но, может, с минутной задержкой где-то отвечу. Продолжение следует... 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 Но перешли мы сюда для того, чтобы посмотреть, что наши данные действительно загрузились, и мы можем с ними работать. И как мы можем с ними работать. Для этого давайте создадим каждый себе по дарборчику. Я назову свой x1 Дмитриев, хотя здесь будет не только первое задание. По сути, сегодня у нас не будет задачи делать какие-то сложные дашборды. Сегодня мы будем использовать дашборд-дизайнер как некоторый способ мониторинга, что наша модель данных действительно создалась и что мы с ней можем работать. Какие задачи мы можем на ней решать, а какие нет. После того, как мы создали новый дашборд и дали ему имя, у нас появилась рабочая область. Мы можем изменять масштаб, размер нашего дашборда по умолчанию. Он задан в пикселе 1920 пиксель на 1080. И, скорее всего, по умолчанию он тогда не помещается на ваш экран. Здесь есть две полосы прокрутки. Одна горизонтальная, а другая вертикальная. Для того, чтобы уместить полностью дашборд на рабочей области, можно нажать на кнопку в правом нижнем углу с четырьмя исходящимися центрострелочками. А также можно пользоваться луками с плюсовым минусом для уменьшения и увеличения масштаба, написать его в числовом формате. Или, так же как в веб-приложениях, нажать на кнопку Ctrl и использовать колесико мыши для приближения и отдаления от дашборда. Я предпочитаю смотреть целиком на дашборд, поэтому выбираю вариант с просто нажатием на четыре стрелочки. Далее я перехожу во вкладку «Вставка» в верхнем меню и создам график. Создам график. Он у меня появляется в левом верхнем углу. Дальше я могу его перетянуть, растянуть, как мне будет угодно. По умолчанию у нас здесь есть тестовый набор данных, но мы им пользоваться не будем. Чтобы привязать наши данные, нам нужно перейти в правой части во вкладку «Привязка данных», выбрать источник данных Recube и добавить несколько запросов или один. Добавляем запрос. Для того, чтобы создать аналитический запрос, нам нужно сперва выбрать группу показателей, в которой мы хотим сделать запрос. У нас у каждого из вас есть своя группа показателей. x1 – это моя DMI. Далее. Наш запрос состоит из показателя, который мы хотим посчитать, и измерения в каких разрезностях. Мы можем в столбцы, здесь есть деление столбцы и строки, добавить показатель. У нас он пока один – cases. Когда мы не выбираем измерения, у нас есть просто одно число. Потому что наш аналитический запрос звучит так. Покажи мне данные по зарегистрированным случаям. И система говорит так. Ага, мне нужны полные данные без ограничения по измерениям. И что мне нужно с ними сделать? Просуммировать. По умолчанию стоит сумма. И вот мы видим общее значение 28 миллионов 802 тысяч. Если мы хотим, чтобы здесь была не сумма, а какое-то другое значение, то либо при выборе показателя, либо в дальнейшем при его изменении нужно нажать на вот эти три точки справа от названия показателя. Внизу есть функция агрегации. Можем выбрать, например, не сумму, а среднее значение – average. И тогда будет 678. Это среднее значение по всем строчкам, которые есть в нашей таблице фактов. Можем выбрать не average аккаунт, тогда он просто посчитает эти строчки. Их 42 тысячи, как и было в нашей Excel таблице. Но мы выбираем сумму. А теперь добавим измерения. Измерения мы добавим в строки. Чуть позже мы добавим измерения в столбцы, чтобы мы вспомнили, чем это отличается одно от другого. Но сейчас мы добавим их в строки. И добавим измерения date. У нас есть два измерения. Countries, которые мы с вами создавали. И date – дата. Выбираем здесь в дате дату. Непосредственно есть много разных вариантов. Год, месяц, неделя, номера месяцев, номера недель. Всякие интересные варианты есть. Но нас интересует просто дата. И вот у нас появляется график. График с суммарным количеством случаев. С даже конца 2019 года. И, как вы видите, по 0.4.7.2020. Наши данные ограничены именно этим числом, потому что по умолчанию на любом запросе стоит лимит. Они находятся чуть ниже. Лимиты стоят здесь в строках 100, а в столбцах 30. То есть максимальное количество различных элементов в строках, то есть максимальное количество дат – 100. Мы снимаем лимиты, убираем галочку и видим следующее значение. Сейчас мы видим данные, которые, во-первых, тяжело смотреть, потому что нам мешают подписи. Поэтому давайте мы перейдем во вкладку «Настройка» и по центру, чуть выше центра, найдем блок подписи. Раскроем его и снимем галочку. Так как у нас сегодня не блок, связанный с работой непосредственно с дашборд-дизайнером, а по модели данных, то мы не будем проходиться по всем этим настройкам. Мы переходим обратно в привязку данных. Мы видим, что у нас есть некоторая динамика. В какой-то день больше регистрируется, в какой-то меньше. Но давайте мы все будем данные смотреть накопленным итогом. Для того, чтобы это сделать в запросе, нужно поставить самую последнюю галочку «Накопленный итог». Он выдаст предупреждение. Некорректная настройка накопленного итога. Это потому, что первый атрибут измерения должен быть с гранулярностью «Год». Для того, чтобы выполнить это требование, нам нужно добавить измерение, опять же в строке «Дата», «Год» и перетянуть его наверх. Сделать его первым. У нас получится вот такой вот график. Получился у вас? Получился, да. Отлично. Сейчас мы смотрим у нас данные в разбивке. А покажите еще раз, где накопленный итог. В привязке данных, где сам запрос находится, под строками, под кнопкой «Добавить фильтр» есть галочка «Накопленный итог». Итак, мы видим, в принципе, общее количество случаев вообще по всему миру. Но давайте мы возьмем и посмотрим в несколько другой разрезности. Например, посмотрим эти данные… А можно уточнить? Вот у меня все-таки получилась ошибка. То есть у меня пишется ошибка, что сейчас процитирую. Календарные атрибуты измерения должны идти в порядке увеличения гранулярности. А, потому что, возможно, у вас… Какие у вас измерения стоят в строках сейчас? В какой последовательности они стоят? В строках стоят сначала год, потом день. У вас день, а у меня дата. Ну, день в скобочках дата. Нет, а у меня дата в скобочках date. Самый первый атрибут. Да, не тот атрибут. Сейчас посмотрю. Так, это удавило, добавляем. Дата. Да. Так, есть. Получилось. А, день – это получается просто число. А, день – это просто число, да. Угу. Вот. Итак, у нас получился график. У меня почему-то график похожий, а вот цифры другие стоят. У меня там тысячами все как-то считано. Тысячами, а не миллионами? Да. Возможно, это связано с тем, что когда вот здесь я менял функцию агрегации, вы тоже поменяли со мной функцию агрегации. Вот в столбцах, в показателе, что у вас написано? Cases, а в скобочках? Summa. Sum. Большая буква. Хм. Звучит так, как будто это то, что должно быть написано. Давайте мы сделаем так. Так, я сейчас сохраню свой дашборд, а каждый из вас может сохранить свой дашборд. Нажав Ctrl-S или нажав на кнопку «Сохранить» во вкладке «Главное». Давайте я сейчас открою ваш дашборд и посмотрю, в чем, собственно, дело. Как он, собственно, называется? О. Ага. Понял. X1 Latos. Вот это. Угу. Так. Так, так, так. А, все связано с тем, что у вас данные заканчиваются 0.4, 0.7. Видите? Да. Это потому, что в определенном шаге по умолчанию стоят лимиты на запрос. На лимит 100 строк. Я на определенном шаге убрал этот лимит, снял эту галочку. Угу. И данные стали продолжаться. Вот. То есть, по сути, больше половины данных, она тогда отсутствовала. Вот здесь заканчивалась. А сейчас все остальные данные тоже прогрузились. И чтобы на это можно было смотреть, и вот эти подписи все не мешали, нужно в настройках, в подписи, либо убрать галочку «Разрешить перекрытие подписей», либо в целом просто убрать подписи пока что. Я начинаю на это невозможно смотреть, конечно. Так, а я вернусь тогда к своему ташборду. Я не сохраняю изменения или сохранить, как вы хотите. Анастасия? Я не знаю, я сейчас убрала «Разрешить перекрытие подписи», но у меня все равно ничего не поменялось. А лимит-то убрала? Так, а где его убрать? У меня редактор вообще завис. В привязке данных, вот здесь, в привязке данных в самом низу есть лимиты. И там есть галочка «Использовать лимит». Да, вот теперь миллионами, все нормально. Все, отлично. Кто сказал, что у меня завис редактор? Ирина, да? Да, у меня завис почему-то, ничего не могу сделать. А у вас редактор, который не установленный, а по RDP, правильно я понимаю? Да, да, да. Давайте мы сейчас посмотрим. Я сейчас попытаюсь тоже подключиться. Наверное, мне надо не отключаться. Секунду. Тот факт, что завис, вы определяете именно тем, что куда бы вы ни нажали, ничего не происходит. Правильно я понимаю? Да, да, да. Ну, если он действительно завис, то лечится он перезапуском. И даже если вы не успели сохранить то, что вы сделали, скорее всего, он вам... Я нажала «Сохранить», и после этого у меня все зависло. Хорошо. Это странно, это нехорошо. Это и нехорошо, и странно. Такого раньше, вроде как, не замечалось. Но я бы предложил вам просто сейчас перезапустить. Попускаю сейчас только логин, пароль, сейчас веду, посмотрите. Меняется. Так, ну, я, по крайней мере, зашла. Так, теперь открыть. Так, у меня открылся. Ну, у меня график тоже какой-то странный, там тоже видно. У меня 1M, 2M стоит. Это потому, что так же, как... Можно я его сделаю побольше? Можно. Потому что стоят лимиты на запрос. В привязке данных по умолчанию всегда стоят лимиты. Потому что может получиться так, что в дашборд-дизайне работает не тот человек, который создавал модель данных, он не знает, сколько там этих данных. Может, там миллиард строк. И мы такие нажимаем и грузим весь миллиард. Нужен он нам, не нужен. По умолчанию грузить это нехорошо, потому что если мы здесь захотим отрисовать миллиард строк, это немножко загрузит систему. В зависимости от того, насколько сильна там машина, на которой запустен дашборд-дизайнер и так далее. Вот. Поэтому стоит лимит. Щадящий. Если мы знаем, что наши данные вполне нормальные, мы снимаем вот эту галочку, где найдет лимит, и все данные прогружаются. И они снова переходят нас до 32 миллионов. И так. Подождите, у меня теперь почему-то настройки и привязка данных дополнительно пустые. В настройки привязка данных. О, все, появилась. Она выглядела вот так, как у меня на экране сейчас, да? Ну, там были эти закладки, были, но они были пустыми, а теперь уже загрузились. А, ну, возможно, там был свернутый элемент. Ну, теперь все работает. Хорошо. То, что я сейчас хочу вам предложить сделать, это посмотреть те же самые данные, но еще в одном разрезе. То есть в разрезе не только по дате, но и по континентам. Как вы помните, у нас есть измерения со странами. В атрибуте стран есть атрибут измерения. Сейчас я предлагаю вам в столбцы, именно в столбцы, а не в строке, добавить измерения. Третья кнопка. Выбрать наши измерения со странами. И у нас есть возможность выбрать любой из атрибутов. Континенты, страны или коды стран. Выбираем. Я выбираю первые континенты. И у меня вместо одного графика появляется их шесть. Два внизу, они очень близко находятся, Океания и Азерс. А три остальных, они довольно хорошо отстоят друг от друга. Соответственно, синяя линия – это Африка, оранжевая Америка, фиолетовая – это Азия, Европа – серые линии и Океания. Таким образом, у нас загрузились все наши данные. И мы их, собственно, видим на наших графиках. Вот в такой разрезности. У нас есть многомерная модель, в которой есть, по сути, два измерения – страны и дата. И в таких разрезностях мы можем посмотреть эти данные. Здесь нет никакой хитрости с точки зрения визуализации или работы с этим. И нас интересовалось сейчас просто создать обычную простую модель данных. При условии, что у нас изначально есть все наши данные. Если у нас есть все наши данные, которые находятся в одной большой таблице, уже собранной, или в Excel, или, например, в SQL-базе данных, или еще откуда-то, откуда мы их можем просто взять и перетянуть, то здесь нет никаких проблем. Мы берем, создаем загрузчик, на загрузчике строим многомерную модель, а дальше хотим, смотрим наши данные на графике. Хотим, можем взять и построить, например, линейчатую диаграмму и посмотреть, например, общее значение. Добавим запрос в нашу самую группу показателей. Добавим показатель cases. И добавим измерения по тем же самым, например, по странам, например. и отсортируем. И здесь, кстати, лимиты могут быть полезны. Лимиты позволяют нам ограничивать. И когда мы используем сортировку, мы можем поставить, что лимит строк, например, 10, и увидеть топ-10. Итак, мы вот видим сейчас такой гистограмм. Если хотите, я сейчас могу сохранить свой дашборд. Видите, я, наверное, пропустила. А как вы скопировали, что руками не вводили на лимит строке диаграммы все настройки? Ну, на самом деле, я вводил, но можно действительно скопировать. Потому что мы можем взять график, берем график, нажимаем Ctrl-C, Ctrl-V, да? Вот у нас появляется такой же график здесь. Для того, чтобы получилась гистограмма, которая мне нужна, меня устраивает показатель тот же самый, группа показателей та же самая. Мне не нужны вот эти измерения здесь в столбцах. А в строках мне нужно измерение только лишь страны. Галочка на купленный ток тоже не нужна. Ну, а это сейчас график. Для того, чтобы превратить график в линейчатую диаграмму, можно во вкладке «Главное» выбрать тип виджета и поменять его на линейчатую диаграмму. Единственное, что осталось сделать, это поставить сортировку показателю и оставить какое-то исчисляемое количество стран. То есть вернуть лимит. Так как у нас наши страны лежат в строках, то лимит по строкам. Строк оставим. Можно 20, можно 10. Как будет удобно. Сейчас вот то, что я сделал, я сохраню еще как EX1 template. По сути, я создал точно такой же дашборд, как у меня, только с другим названием. В любой момент, если вдруг что-то случится с вашим дашбордом, вы чего-то куда-то удалите и Ctrl-Z забудете нажать, удалите свой дашборд или еще что-то сделаете, вы в любой момент можете открыть template, сохранить его под более удобным для вас именем и продолжить работать с ним. Итак, у нас получалось два простых, две простые визуализации. Одна гистограмма по странам, где мы выбрали топ-20. А вторая гистограмма у нас показывает просто графики. Просто графики в динамике, каждая по своему континенту. Мы можем даже задать им заголовки. Топ-20 стран. И динамика изменения количества. Длинное название получилось. Но для нас сейчас не принципиально. Этот кейс, он, как я уже говорил, показывает нам, что мы можем создать многомерную модель, если у нас есть полная таблица сразу. Но иногда у нас бывают случаи, когда у нас нет полной таблицы сразу. Может получиться так, что часть наших данных лежит в одной системе, часть лежит в другой системе. Часть наших данных лежит в одной эксельке, часть в другой эксельке. И этих данных может быть настолько много, что мы не можем, например, эти данные объединить между собой. Потому что мы превысим размер, который может поместиться в экселе. Да, мы можем создать дополнительную базу данных, сделать некоторые преобразования и запихнуть все данные из всех экселей или из всех разных источников в эту промежуточную базу данных. или выгрузить их из разных систем. Например, если мы говорим про какие-то закупки, то у нас, возможно, планируемые закупки еще сейчас собираются в экселях, а те, которые обрабатываются сейчас, и те, которые у нас находятся уже на завершенной стадии, они находятся, например, в 1С. Два разных источника. Соответственно, под них будет создана две разные таблицы, но в них, по сути, находятся одни и те же данные. В них находятся закупки, с примерно одинаковой информацией, ну, например, только с разным статусом. Как нам быть в случае, когда у нас есть несколько различных, по сути, таблиц фактов, как нам их связать и анализировать вместе. И сейчас мы это посмотрим на нашем похожем примере. Вместо того, чтобы грузить одну единственную таблицу, мы, точнее, я уже подразбил наши данные на несколько похожих таблиц. И сейчас мы с вами попытаемся их загрузить, а по сути, по ходу дела, познакомимся с концепцией общего измерения. У нас есть несколько континентов. И давайте начнем грузить наши данные, создавать нашу новую многомерную модель. По сути, сейчас мы создадим еще раз многомерные модели на тех же самых, грубо говоря, данных, но созданные по-другому, которые у нас будут собраны как бы из разных источников. Тот дашборд, который мы видим сейчас, мы будем считать его как некоторым эталонным и проверим, что мы можем решить те же самые, практически те же самые задачи с использованием общего измерения, если нам нужно будет связывать несколько наших таблиц фактов. Я вам сейчас скину ссылку на нашу новую таблицу. Наша новая таблица выглядит следующим образом. Она показывает тоже данные, тоже в исторической последовательности, тоже по странам, но только по Африке. Предположим, что у нас в системе эти все данные, точнее, в нашей компании приходят из разных источников. И у нас нет возможности их объединить на уровне экзема. Ну или нам это делать не хочется. Они могут быть немного разной структуры, но в них есть повторяющиеся поля, которые нам интересны. В данном случае у нас есть 10 тысяч строк, которые относятся непосредственно к Африке. При загрузке этой таблицы мы повторим точь в точь тот же самый путь, который мы проделывали при выполнении первого нашего упражнения, при создании модели данных на полном наборе данных. Что нам нужно сделать? Мы возвращаемся в панель администрирования. Данные у нас погружаются только там. Давайте еще раз скину ссылку, чтобы вам было проще на нее перейти. И нам нужно создать новый загрузчик. В базе данных обучения 14.09 переходим в загрузчики и создаем новый загрузчик. Этот у нас будет называться exercise 2. Exercise 2. Дальше мы пишем префикс с фамилией. И данные у нас по Африке, поэтому мы пишем Africa. Если сейчас мы будем что-то делать и у вас будут возникать вопросы, вы их задавайте, потому что очень скоро я попрошу вас повторить этот процесс самостоятельно. Итак, мы создали загрузчик. Выбираем Excel файл. Нажимаем обзор. Находим наш файл с Африкой. Сохраняем настройки. И переходим в настройки структуры. Как и ранее, наша таблица с заголовками. Ставим галочку таблицы с заголовками. Так как мы хотим создать абсолютно новую модель данных, мы не хотим обращаться к уже существующему измерению и существующей группе показателей. Поэтому мы нажимаем добавить группу показателей. Наша группа показателей это по сути наша модель данных. Она строится на нашей таблице фактов. Сейчас наша таблица фактов это данные про количество случаев COVID в Африке. Называем ее EX2, фамилия и Африка. Нажимаем применить. Далее мы будем грузить все вот эти пять столбцов. Нажимаем на перечеркнутый кружочек в разделе дата. Выбираем дата день. Cases, перечеркнутый кружочек, показатель суммы. Далее. Страна наша. Название стран. Выбираем измерение и каждый создает свое новое измерение. Оно будет EX2, фамилия, кантри. Нажимаем применить. Мы в точности повторяем тот же самый процесс, который мы уже делали. С нашей четвертой колонкой делаем то же самое. Измерение, точнее не то же самое, выбираем то, что мы уже сделали. EX, TMI, кантри. С континентом то же самое. Нужно ли что-то повторить? Хорошо. Тогда нажимаем кнопку сохранить и загрузить данные. Наши данные по Африке должны загрузиться. Вот уже, я вижу, появилось 4 таблицы про Африку. И также у нас появилось, соответственно, 4 группы показателей про Африку. Так, вот 5. Итак, обновлено последний раз. 3, 4, 5. Людмила, вам нужна помощь какая-то или просто чуть-чуть больше времени? Что у меня не сделалось? А я просто смотрю, что... А, нет, все. Мне кажется, просто я не вижу ваши... 25, есть она, четвертая сверху. Четвертая сверху. А в доме, ну, ДМА, вот все, вот уже там. А это X1. Это X1. А я смотрю, которое второе упражнение, X2. Я вешу раз, три, четыре, пять. Второе снизу. Это я. Да, я думаю, что это... Большими буквами только мое набрано. Это да, это которое наше первое задание. Вот у нас есть первые 6 таблиц, которые X1 начинаются. и вот есть пять следующих таблиц. А, сохранить, наверное, надо. Подождите, сейчас, секунду. Чего я не сделаю? Там... с закрузчиком все хорошо. А, да, с закрузчиком все хорошо, загрузить данные там, да. Да, загрузить данные не сделаю. Все. Да, я вот просто смотрю, все, теперь все отлично. Я не потому, что я... Смотрите, мне как бы непринципиально, да, то есть, если кто-то хочет просто наблюдать и ему такое комфортное, меня этот вариант как бы тоже устраивает, да. Мне главное, чтобы всем было комфортно проходить по этому процессу. Вот. Я... И никто здесь не проставляет никому никакие оценки или еще чего-то такое. Просто я смотрю, что где-то вот чего-то не хватает, и я пытаюсь понять. Если вы просто, грубо говоря, там в какой-то момент пропускаете этот шаг, то можно это сказать. Если вот я вижу, что есть там где-то проблема, что где-то что-то не нажалось, то я пытаюсь на это обратить внимание. Вот. Так что, если что, вы мне скажите, если вдруг вам кажется, что я слишком сильно на вас давлю или еще что-то такое. Итак, мы загрузили данные по Африке. Вот наши отдельные данные в нашей отдельной группе показателей. Возвращаемся в наш дашборд, и теперь я временно удалю свои топ-20 стран, а построю график по Африке. Как я буду строить график по Африке? Я сделаю вставка графика, построю его рядом с моей динамикой количество обнаруженных случаев. Сделаю привязку данных в Vcube. Добавлю запрос в только что созданную группу показателей, которые EX2. Добавлю показатель Cases, Добавлю дату. Вот у меня данные по дням. Теперь я уберу лимиты. Вот данные по дням без лимитов по Африке. И осталось опять же убрать подписи, поставить накопленный ток, для которого нам потребуется добавить измерение в год. И вот будет наш график по Африке. На сегодняшнее число где-то там миллион триста пятьдесят зараженных. Вот нас Африка там синяя, и здесь Африка тоже синяя. Мы можем исключить все эти элементы. Так, теперь не любят нарисовать столько точек. А нет, все хорошо. Так, значит, я оставил на своем левом графике только Африку. Ась на правом графике у меня... Можно вопрос? У меня почему-то, когда я показатель добавляю, ошибку выдает. Группа показывает. А, я, наверное, не подключу. Нет, он не подключен. Давайте посмотрим. так, я сохраню. А вы не увидите, у меня своя. У вас своя кто? Не что, сохранить дашборд надо? Сохраните дашборд, и здесь их... Ну, я буду самое последнее открывать тогда, да. 12.36, да, вот. Необходимо добавить показатель. Смотрите, мы добавили группу показателей, то есть мы сказали, в какой, в какую многомерную модель смотреть. Группа показателей это модель, а дальше в этой модели нам нужно выбрать сам показатель, да. Все, отключайтесь, я вспомнила. Вот. Все, совсем. и так. График по Африке на левом графике, график по Африке на правом графике, они должны совпадать, потому что они построены на одних и тех же данных. Да, они построены из разных моделей, но на одних и тех же данных. И здесь нет ничего удивительного и сложного, да, мы просто взяли и загрузили кусок данных. Кусок данных, каждый из которых находится в своей таблице фактов. Владимир, расскажите, пожалуйста, вот как отфильтровать, чтобы только данные по Африке отображались? Есть несколько вариантов. Для того, чтобы просто убрать отображение, внизу, видите, есть легенда. если нажимать на значение этой легенды, то оно, собственно, будет уходить и приходить заново. Вот. Там при первых нажатиях она может немножко где-то там чуть дольше думать, а при последующих как-то это уже будет обращаться в кэш, это будет происходить очень быстро без каких-либо видимых задержек. Есть еще другой способ. Мы на самом деле можем поставить внешний фильтр и с помощью него это все делали управлять. Но в этом сейчас нет такой цели. Что мы будем делать дальше? Дальше мы возьмем и загрузим второй континент. Тоже отдельной таблицей фактов. Второй континент, который мы будем грузить, пойдем по алфавиту, это будет Америка. Америка. Я делюсь с вами Excel файлом. Да, он может долго думать сперва, но потом он все придумает. у меня не получается вот так вот убрать нажав на внизу значение. Вот на название вот в этой области, да? Да, не получается. То есть вы нажимаете и ничего не происходит, да? Да. И вообще все зависит. вот сейчас буквально я думаю, что давайте я сейчас даже сохраню свой дашборд и открою ваш на втором листе. Так, это первый лист. А, он не сохранен, поэтому здесь пока нет второго листа. Ладно, сейчас. А у меня все висит, я пока не могу ничего сделать. Я просто вижу, что это как раз а нет, у вас вы не через RDP сидите, да? Нет, нет, я не через RDP. У меня просто все висит. На . давайте я а ну просто вот у меня она ничего не сохранится, правильно ли? Не совсем так, если вы перезагрузите, то он может вам предложить, если вы просто сейчас закроете дашборд дизайнер, то при загрузке он вам должен предложить восстановить сессию в том варианте, в котором он ее стабильную версию запомнил. Как-то все совсем грустненько, по крестику даже не закрывает. Ну, давайте я пока посмотрю, ладно, может у меня там развеснет. Хорошо, в любом случае сейчас мы собирались перемещаться из дашборд дизайнера снова панели администрирования, чтобы загружать. Можно я задам вопрос? У меня на одном графике стоит миллион, т.е. 16 тем на другом 1600 к. То есть, в принципе, понятно, что они совпадают. Нет, смотрите, вот так же, как у меня, да, к на одном и 16 миллионов в другом. Они совпадают, потому что вот эта синяя линия, вот эта синяя линия, которая на втором графике, она отвечает за одну единственную Африку. Это не общая линия какая-то, а Африка, вот эта, это наша линия, которая почти в самом меню, в самом низу. Если мы все остальные линии на этом графике уберем, то эта линия, она вырастет в своем, даже можно, наверное, не линии убирать, а может быть, будет быстрее, если я поставлю фильтр. сейчас мы проверим. Если я поставлю фильтр. Да, фильтр явно работает быстрее, чем отключение серий. То, что происходит, вот именно отключение, то, что делается, когда мы задаем отключение серий, по сути, это обработка значений именно на нашей стороне, грубо говоря, на стороне клиентской. Вот в Dashboard дизайнере, на нашем компьютере, вот этим внутренним модулем. То есть, он получил вот эти все значения и их обрабатывает. В тот момент, когда я ставлю фильтр и начинаю просто переключать, условно говоря, континенты, он ограничивает запрос, то есть, он делает перезапрос в VQ, и там все работает моментально. Вот мы поменяли данные, они перерисовались. Здесь ничего не зависает. Поэтому предлагаю вам последовать немного моему примеру. и сделать вот такой фильтр. Для того, чтобы сделать фильтр, нужно его достать из меню вставка и привязать к нему данные. из группы показателей, с которой работает наш первый график, то есть, x1 с фамилией. Любой показатель выбираем, он у нас там один. И далее выбираем измерение континента. Ну, страны, а внутри него континенты. И если я сейчас выберу здесь только Африку, то они совпадают точно. Теперь у меня и шкалы совпадают, и графики по виду совпадают. Что говорит нам о том, что наши данные сейчас совпадают. Было бы крайне странно, если было бы иначе. Теперь двигаемся дальше. Из Африки переезжаем в Америку. Переходим в панель администрирования и создаем новый загрузчик. добавляем загрузчик EX2 нижняя подчеркивание без нижнего подчеркивания DMI Африка ой, нет, кто у нас там, Америка. Первый шаг такой же, второй шаг такой же, мы выбираем Excel. Excel с PostFix Америка. Сохраняем настройки ой, не так быстро. Пожалуйста. Так. Продолжение следует... Итак. Дошли мы до этого шага. А что у нас, это X3 или X2? Что это? Нет, это X2. Вот все наше второе упражнение, все X2, будет связано с тем, чтобы собрать точно такой же график, как у нас есть слева, но только из разных файлов. По сути. Ну. Так, все, я дошла. Отлично. Теперь переходим к настройке структуры. Нажимаем настроить структуру. Здесь повторяем тот же самый шаг, таблица с заголовками. Далее мы вновь создаем новую группу показателей. Добавить группу показателей. Если мы грузим таблицу, где есть показатели, то ее нельзя загрузить, не создавая новую группу показателей. И важно понимать, что к одной группе показателей может относиться только одна таблица фактов. Только одна таблица с показателем относится к одной группе показателей. Мы создаем с тем же самым именем, как и наш загрузчик. Это EX2, фамилия и грузимы Америку. Америка. Нажимаем применить дата. Это все также дата день. Кейсы. Это показатель с функцией агрегации сумма. Новая часть начинается на следующем блоке. В блоке, где у нас появляются страны. Сейчас мы хотим не создавать свое отдельное измерение, чтобы у нас были две абсолютно не связанные группы показателей. Одна группа показателей по Америке, другая по Африке. Мы хотим сделать так, чтобы они были связаны по измерению со странами. поэтому что мы сделаем? По сути, мы хотим дописать справочник по странам. Для этого мы делаем следующее. Мы нажимаем на перечеркнутый кружочек в пункте измерения, где у нас указано название страны. Мы выбираем не создать новое, а выбрать существующее. и здесь есть измерение и поиск по этим измерениям. Мое измерение было EX2DMI. И вот я нашел то измерение, которое у меня есть. Я могу либо выбрать и добавить свой столбец, который я сейчас настраиваю, к какому-то уже существующему атрибуту, либо добавить новый. Мне интересно добавить к существующему. У меня те же самые атрибуты, что и были раньше. Название страны, код и выражение. Что мы делаем? Выбираем измерение, выбрать существующее. Если мы говорим про столбец country and territories, то он у нас выбрать существующее в нашей группе показателей EX2DMI country and territories. нажимаем ОК. Далее мы смотрим на столбец country territory code и выбираем измерение, выбрать существующее и в измерении, которое мы хотим использовать, выбираем country territory code. с третьим столбцом повторяем то же самое. Измерение выбрать существующее EX2 country continent exp. ОК. таким образом мы говорим системе, что пожалуйста свяжи вот этот мой столбец с таким-то атрибутом моего другого измерения. В том случае, если эти элементы еще не встречаются, то по сути мы расширим справочник. В нашем случае так и есть. в нашей предыдущем вариации у нас не было Америки вообще как континента там. Поэтому сейчас, когда мы добавляем этот элемент, мы берем и добавляем туда новые элементы. Новые элементы в наш справочник. Мы добавляем новые страны, новые континенты. По сути мы его складываем. важная особенность заключается в том, что складывать справочники таким образом расширять система умеет. Но нужно понимать, что показатели так не складываются. Да, наши две группы показателей, первая, которую мы взяли из Африки, вторую, которую мы взяли сейчас из Америки, они имеют общий справочник по странам. В нем есть и одни страны, и вторые, но каждый из этих групп показателей имеет свой собственный показатель. Он называется одинаково cases, но фактически он разный. Он лежит в разных таблицах, и система никоим образом не узнает, что это один и тот же на что это влияет. Нажимаем на кнопку сохранить и нажимаем кнопку загрузить данные. что мы видим? Данные пишут загрузка завершена. Теперь мы можем взять и вернуться в наш дешборд дизайнер к нашему графику EX2 с вторым упражнением. Как же нам сейчас добавить на этот график данные из другой группы показателей? Чтобы добавить на этот график данные по сути по другому континенту, нам нужно сделать отдельный запрос. В одном запросе могут находиться данные только из одной группы показателей. Первый наш запрос обращался в Африку. Мы можем нажать на кнопку добавить запрос. В этот момент график скажет, что ошибка у нас запроса данных произошла. Это потому, что наш второй запрос еще не находится в рабочем состоянии. Важно понимать, что когда вы нажимаете на кнопку добавить запрос, ваш новый запрос оказывается не сверху, а снизу. И нажимать несколько раз на кнопку добавить запрос, это плохая идея. Он уже там появился и появился ровно столько раз, сколько вы нажали на кнопку. И теперь система будет писать ошибку запроса данных, пока все эти запросы не будут либо а удалены, либо б корректно заполнены. А нам нужно только два. Я накликал уже раз, два, три, четыре, пять, штук десять. Здесь может помочь кнопка Ctrl-Z, комбинация клавиш, которая возвращает одно действие назад. Так. Так. А у нас у Анастасии снова обнаружилась проблема. На каком этапе все подвисло и не шевелится? На добавлении запроса. Просто повис дашбор дизайна. то совсем, то есть у нее там ничего никуда не идет. То есть вот нажимаем на кнопку добавления запроса вот так и не появляется? Все замерло, ничего не выделяется, ничего не меняется, никакие ползунки не двигаются, все просто оп, и такая безысходность. и даже закрыть дашборд дизайнера не удается. Это нехорошо. Классно. Извините, забываясь на пункт, как в фильтре сделать, чтобы можно было несколько выбрать значок? Мы выбираем фильтр, переходим в настройки справа, и здесь второй, третий снизу пункт, фильтр, здесь есть вариант множественный. Спасибо. Попробуйте его совсем там закрыть. Давайте, знаете, я сейчас... Людмила, а у вас есть проблема с дашборд дизайнером? Он у вас подвисает, или что-нибудь такое? Есть, или все хорошо? Пока нет. давайте Ирина, ой, не Ирина, извините, пожалуйста, Анастасия, я вам отправлю ссылку на вот, на RDP подключение, а потом чуть позже, может быть, Стаси, я посмотрю, в чем именно проблема. А у вас, Ирина, были проблемы с RDP подключением? Нет, пока больше не было. Работает нормально все. А может я еще вопросик задам? Да, конечно, задавайте вопросы. В связи с тем, что там по-разному подключали, у меня реверсные цвета на двух графиках. То есть на первом у меня почему-то Америка желтая, а Африка синяя, а на втором наоборот. А на втором Америка желтая, Африка синяя. А на втором наоборот, Америка у меня... А, да, но смотрите, как это происходит. Откуда берутся собственно эти цвета? Эти цвета берутся из вкладки настройки из цветовой палитры. Вот здесь сказано в цветовой палитре, как система работает вообще с ней. она смотрит, что первую серию красть в синий, вторую серию красть в оранжевой, третью в фиолетовой. Здесь у нас как получается? Первая серия это Африка, она синяя, а вторая серия Америка, оранжевая. Это потому, что алфавитный порядок такой. Наше измерение по умолчанию отсортировано по алфавитному порядку. А во втором случае мы делаем немного по-другому. Мы кстати, а у вас Америка во втором. Давайте я сейчас попробую и гляну действительно так, я в чем. Моя Америка кейсос добавить измерение код секундочку. Мне кажется, что они должны быть А тут непонятно, кто из них красный. Нет, вот у меня вроде как они совпадают. А у меня и у вас стоит стоит ли у вас фильтрация в первом нет, наверное, не стоит, это бы вообще все поломало некрасиво было. В смысле не фильтрация? Нет, у меня абсолютно такие же графики, только цветом отличаются. Это интересно. А можете сохранить свой дашборд? А пока я тут с цветами ввожусь, я сейчас обращусь еще раз к Анастасии. его у нас в чате RDP подключение, можете его скачать. И я вам вышлю сейчас вашу пару логин пароль. скажите еще пожалуйста, я вот когда добавила запрос, я упустила просто этот момент, у меня тоже подвисал дашборд дизайнер, у меня появилась ошибка, соответственно ошибка запроса данных, что сделать, чтобы ее убрать? Для того, чтобы сейчас я еще раз продемонстрирую, то есть вы добавили запросы и появилась вот такая ошибка запроса данных. Да. Она появилась потому, что второй запрос, когда он добавился, он добавился внизу, он пустой. И система знает, что у нее один запрос корректный, а второй некорректный, он пустой, он не знает, не заполнен. Поэтому он пишет ошибку. Поэтому нам нужно его заполнить. Для этого нам нужно выбрать группу показателей американскую. Я, кстати, поняла, почему у меня цвет, только не знаю, как это изменить. У меня называется не Cases Америка, а просто Cases. У меня они тоже все, вот видите, на правом графике тоже все Cases. А у вас Cases Cases, а у меня один называется Cases, а второй Cases Африка. Так, сейчас я по умолчанию он, сейчас я починю свой график и открою, как и обещал ваш. Так, график открыть, вот, час ноль два, да? Ого, уже час ноль два. как мы это, да? Видите, какая красота? Вот видите, Cases и Cases Африка. Он наставает и по политу, соответственно. Первая Африка, вторая Америка. Потому что он просто Cases, нужно как-то менять. Как менять Элис, на самом деле, очень просто. Сейчас я вам расскажу. В настройках есть пункт настройка серии сегментов. И здесь есть Cases ваш, подпись в легенде Cases и есть Cases Африка, подпись в легенде Cases Африка. Но очень странно, что он пишет Cases Африка. А, я знаю почему. Я знаю, потому что о, все, видите, все починилось. Я еще раз, я не следила за 80. В вашем первом запросе по Африке у вас в столбцах есть еще измерение по континентам. Оно абсолютно нерабочее, потому что в нашей таблице фактов по Африке есть данные только по Африке. И по сути оно никаким образом не меняет картину, но если вы его удалите, то оно поменяет порядок всех вот этих двух элементов. будет написано не кейс Африка, а просто кейс Африка. Вот смотрите, привязка данных второго графика. Там есть ваш первый запрос к Африке есть. И там есть измерение в столбцах у вас. Континент измерения в столбцах. Да, но оно с точки зрения влияния на данных оно получается бесполезное, потому что вот если его удалить сейчас, Ага, я поняла. Просто как только мы добавили туда, просто как только мы туда добавили вот это, да, сейчас плохая легенда, ее можно поменять ручками. Или тогда нужно, наверное, взять и добавить это измерение в в оба запроса, потому что как только мы добавляем измерение какое-то, то соответственно название меняется, группа показателей и соответственно вот название столбца. Было бы там не только Африка. Более правильно в данном случае поменять просто Элиас через настройки. То есть мы знаем, что это у нас, да, что это у нас за группа показателей, мы ее поменяли. А они тут идут по порядку, первая и вторая, то есть Cases Cases определить, какая из них показатель. Да, первая это первый запрос, вторая это второй запрос, но на самом деле вот тот вариант, который вы использовали, я не буду сохранять потом то, что я делаю сейчас на вашем дашборте, я просто посмотрю, значит, это Cases Африка, а теперь я сделаю тот же самый Cases сюда, вот, 4, потому что у нас он находит по каждому этому, и нулевые, пустые, он не отбрасывает вот эти нулевые значения, потому что, ну да, потому что у нас же измерение объединенное, и в каждой группе показателей он показывает и те, и другие по сути значения. Я правильно понимаю, что самое правильное в модели данных, когда мы создавали, там, поименовать, оставить, но на самом деле, сейчас я это покажу, если вот здесь, условно говоря, когда я создавал в загрузчике в Америке, да, в редактировании структуры, вот здесь написать не Cases, а Cases, там, а M, то, ну, то оно поменяется, там, да, да, но после редактирования структуры нужно будет нажать еще раз загрузить данные, вот, и я сейчас, вот, да, и оно теперь называется Cases AM. Ну, все понятно, только не споряйте, я одно свое, я его настрою. Да, так, следующий наш шаг. Подскажите, как в фильтре выбрать несколько значений? Чтобы можно было в фильтре выбирать несколько значений, нужно выбрать сам фильтр, перейти в настройки и в третьем пункте снизу фильтр поставить галочку множественный фильтр. Хорошо, спасибо, поняла. Так, блин, я это визиологи. Так, да, где оно там это все, визиологи? Расскажите мне еще раз, как поменять, чтобы у меня в графике было не 20M10M, а было все-таки как у вас. 20M10M, а как у меня? график автоматически, ну, мы говорим про левый, видимо, график, график автоматически подстраивается под те данные, которые есть для того, чтобы... сейчас нужно понять еще раз. Мы про правый говорим или про левый? Они у меня оба одинаковые. Это, на самом деле, очень хорошо. Это то, к чему вы стремились. Просто у вас сейчас верхняя граница, она меньше, чем моя или больше, чем моя? Меньше. Можете открыть, открыть, может, чтобы было, как бы, ну, видно. Так, давайте я сейчас так сделаю. нижний самый. Вот эти два, да? Да. Я бы рекомендовал их сделать чутка побольше, если вы не возражаете. У меня просто экран маленький, поэтому маленький. Хорошо. Так, на самом деле, у вас единственное, что вот этот фильтр, да, давайте я его могу сейчас быстро накликать. Вы уже почти его, тем более, закончили. что произошло? Ну, я не сохранила, походу, самый старый дашборд, который завис. Мне казалось, не сохраняла. Африка, Америка, вот так. вот так он должен быть, правильно я понимаю? Просто у меня он маленький, из-за этого как бы он складывается. Просто у вас, если его растянуть побольше, то, видите, поменяется граница, там. О, теперь я поняла. Спасибо. Так, хотите, я вам просто помогу и сделаю этот... Сделаю, только это мне немножко времени займет. Так, да. Итак, я вот смотрю, что я вас начинаю обманывать, я вам обед в 12.30 обещал, да? А все никак нет... Если вы сделаете в 2 или в 3, я буду только рад. Да, уж давайте закончим прогнозы. потому что мне там надо сделать небольшой в 2 часа. Чудесно. Тогда нас с вами ожидает следующий пункт после Америки, это Азия. И на Азии мы с вами, ну, мне бы хотелось, чтобы вы попробовали сделать то же самое, что мы сейчас сделали, но только не повторяя за мной, а самостоятельно проверяем, так сказать, мышечную память. Вот. Ссылочку на, значит, Азию я сейчас вам предоставлю. Если вдруг что-то не получается на любом этапе, вы мне не стесняйтесь задавать вопросы. В любом случае, в конце всего, сейчас я дам вам буквально 10 минут для того, чтобы вы начали работать и попробовали что-то сделать. Далее я спрошу, как у вас дела. Если у вас будут вопросы, вы можете их задавать по ходу. Если вы скажете, что вам нужно еще 5 минут для того, чтобы сделать задание, то я вам их, конечно, предоставлю. после этого в любом случае я буду делать на своем графике точно такое же задание, и мы по всем вопросам еще раз пройдемся. А пока мы создаем Азию, создаем для нее группу показателей, и используем уже созданные измерения. азия, которые которые все в в Уже проще. Так, ну а где там его, скачать Азию-то? Она должна быть в чате Азия. В чате Азия в нашем чате. Прям рекламный слоган. Все, отлично. Уже больше. 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 Продолжение следует... 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 А вы не правы, он создал континент X с подписью к постиксам 1. Давайте, сейчас я даже посмотрю, это произошло в измерении, в измерении, вот, а X2 только должно быть, вот, да, значит, это либо поменяли в 2.18, либо это было в ранней версии. Да, 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 я вижу, что вот они, код 1, X по 1, что он их создал новыми. Я тогда убедюсь, на самом деле можно сделать не так. Можно вот эти две, вот эти два, которые X по 1, мы их удаляем, да, нажимаем на мусорное ведро справа, в общем. А теперь, после того, как удалили, мы можем либо вернуться в наш загрузчик и там перепривязать, либо то, что мы сегодня будем делать буквально следующим шагом. Давайте я сейчас сделаю, а вы следующим шагом потом расскажете. Давайте. Я буду последовать. Так, а вот у меня они уже все равно считаются как привязанными, они что нужно сделать? Отвязать их или как? Нет, сейчас нужно нажать, когда измерение, ну, можно нажать не использовать и выбрать заново, а можно просто поменять, что именно использовать. То есть... Давай, сейчас не использовать и еще раз не использовать. Я понимаю. И выбрать уже правильный атрибут. Я понимаю. Так, мой загрузчик. Так. Что это у меня заговорился? Я там не сохранила, что ли? Правда. Так. 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 Спасибо. 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 Создание загрузчика и загрузки данных. Да. Да. Отлично. Теперь следующий этап – добавление на график нашей чудесной Азии. Все ли прошли этот этап или кто-то еще не приступал к нему? Нет, не прошли, только я не вижу Азии. Спасибо. Мы там также выбираем нашу новую группу показателей. Что еще раз? Добавилась Азия, нормально. Отлично. А я ее не вижу. Я пытаюсь выбрать группу показателей, я ее не вижу. Сейчас я посмотрю. Есть она, она у вас, сейчас скажу, пятая снизу. Нашли? Сейчас у меня поехали. А, да, спасибо, Витя. Спасибо. 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 Отлично. Спасибо. Спасибо. Раз до этого, мы когда загружали данные, мы с вами сразу в загрузчике размечали и создавали многомерную модель. Мы говорили, что вот этот столбец будет у нас являться показателем, это измерение. Вот мы сейчас создадим группу показателей. Но иногда нам приходится вручную создавать группу показателей. Что я под этим подразумеваю и когда такое приходится делать? На самом деле сейчас такое приходится делать только тогда, когда наши данные приходят не стандартным способом, а именно через API. Тогда у нас нет никакого загрузчика, появляется только сразу таблица. И на этой таблице нам нужно создать группу показателей. И сейчас мы пройдем путь, как создавать группу показателей именно на таблице. Возможно, это бывает полезно тогда, когда нам нужно почему-то быстро загрузить все данные из источников, а потом на их основе уже собирать группу показателей. Но в любом случае этот способ нам тоже нужно пройти. И сейчас мы им и займемся. Это будет наша последняя, так сказать, активность перед обедом. Так что между нами и обедом, по сути, один небольшой отрезок. Итак, что мы будем делать? После Азии мы поедем с вами в Европу. И сейчас мы с вами вместе будем ее загружать. Так, сейчас я скидываю ссылку в чат. Данные по Европе выглядят точно так же по структуре, как и по всем остальным странам. Только страны тут более нам знакомые, европейские. Как мы работаем в данном случае? Сперва мы все так же будем создавать загрузчик. Мы создадим загрузчик, который будет называться EX2, например, DMI Europe. Сохраняем наименование. Выбираем Excel файл. Нажимаем обзор. Находим наш файл, относивающийся к Европе. Сохраняем настройки. Нажимаем на кнопку настройки. Подожди секундочку, у меня подлезло. Да, 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 жду, жду, жду. Не сохраняется, что загрузчик. Чему может не сохраняться загрузчик? Может, нет кнопки сохранить настройки? Нет, у меня нет на сохранительное наименование строить. Пока я уклоняю дела. Кнопка есть, но нажимаем. А, я знаю почему. Потому что, скорее всего, вы повторяете уже существующее наименование таблицы. Таблицы? У меня Европы нет. Это верно. И вы пишете Европу. Есть, конечно, еще один вариант, что там находится какой-то запрещенный символ. Типа звездочек. Нет, конечно, я так называю. Они не получили в стороне. Давайте я попробую. Давайте я нажму добавить загрузчик. Не, не надо вы, я хочу себя. Нет, 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 я понимаю. Я просто хочу посмотреть, появится ли у меня кнопка сохранить наименование или нет. Есть, кнопка есть. Я имею в виду, смогу ли я на нее нажать. Ой, подождите, у меня высветилось аж... Знаете, сколько штук, что он у меня добавлен успешно? А, то есть он добавил... Да, он их всех создал. Надеюсь, и календарь. Нет, подождите. Давайте я сейчас гляну, потому что мы смотрим с вами на одну и ту же базу. А, да, действительно, да, создал. Это похоже, на самом деле, это похоже на некоторый баг, я его себе помечу. А, на самом деле, давайте я... А могу я выделить несколько и удалить? К сожалению, нет. Да. Давайте я иду с конца списка, вы можете сначала, так мы их быстрее удалим. Один надо оставить. Да, оставлю. Такая... Надо работать с темой. Мне опять подвисло. На этапе идет удаление. Мне кажется, просто мы нажали на одно и то же, одновременно и запустили ее удаляться. Поэтому просто обновите страницу. Все хорошо, осталась только одна Европа. Нажмите F5, знак обновления страничек. Спасибо. 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 Спасибо за задержку, я дошла. А, ничего страшного. Мы тут как бы и сидим, чтобы все все успели. Итак. У нас создалась Европа-загрузчик, да? Мы переходим в настройку таблицы, отмечаем таблицу с заголовками, проверяем, что все наши галочки зеленые стоят там, где они должны стоять, что все вот эти шесть столбцов нам интересны, и просто нажимаем кнопку «Сохранить». Ничего не отмечаем, нигде находятся показатели, нигде находятся измерения, просто отмечаем в том виде, в котором оно есть. Нажимаем загрузки, нажимаем загрузки, нажимаем загрузки, нажимаем загрузки, а типы данных здесь тоже не важны были? Типы данных важны? Я случайно пошел грузить чей-то загрузчик. Где мой? Вот мой. Типы данных важны, и их нужно проверить, что они проставлялись правильно, но обычно… Ну, мы уже на таком типе проверяли, что они проставляются правильно, но это верное замечание. Сейчас у нас появилась таблица, но группа показателей не появилась, потому что мы ее не создавали. Для того, чтобы создать группу показателей на основе только что загруженной нами таблицы, по Европе. Давайте я подожду, пока все Европы появятся. Раз Европа, два Европа, три Европы, четыре, пять, шесть Европ. Все Европы на месте. Теперь создаем группу показателей. Для того, чтобы создать группу показателей, нужно нажать в левом меню на раздел группы показателей и нажать кнопку «Добавить группу показателей». Далее вручную нужно написать название нашей группы показателей. EX2, в моем случае DMI, Europe. И выбрать таблицу фактов. Ту таблицу, которую мы загружали. Таблица с нашими показателями и со связями с осмирением. В списке есть только те таблицы, к которым нет привязанных групп показателей. Это связано с тем, что на одну таблицу фактов может быть создана только одна группа показателей. Если вам почему-то нужно создать на одну таблицу фактов несколько групп показателей, то единственный способ прямо сейчас это сделать – это продублировать таблицу фактов. Не так легко придумать случай, когда вам это нужно сделать, но если это нужно, то это единственный способ. Я выбираю свою таблицу фактов, нажимаю «Сохранить». У меня создалась группа показателей, запись. Но ничего здесь еще нет. Нам нужно сказать, где наши показатели в этой таблице, а где наше измерение. Самые первые идут – это показатели. Вот они, наши показатели. И что у нас есть? Добавить показатель – большая синяя кнопка. На нее и нажимаем. Вводим имя показателя. У нас там только одно имя – это наши кейсы. И столбец в таблице. Из этой таблицы фактов – «Cases». Функция агрегации. Следующий пункт – «Summa». Галочка в данном случае «Уникальное значение» нам не нужна. Ее мы используем практически только тогда, когда нам нужно сделать distinct count. То есть, когда нужно посчитать только уникальные значения. По сути, для нашей функции агрегации этот пункт не особо применим. И нажимаем на «Сохранить». У нас сохранились показатели. Далее у нас есть возможность создать расчетные показатели непосредственно здесь, в панели администрирования. Но сейчас нас интересуют больше связи измерений с таблицей. Мы нажимаем в варианте «Добавить связь». И выбираем, какое измерение мы хотим привязать. То есть, здесь мы идем от того измерения, к которому мы хотим привязаться. В нашей таблице есть все три интересующие нас пункта. Это название стран, их код и континент. Поэтому мы находим наше измерение. Мое X2, Country. И каждый из этих атрибутов мы сейчас привяжем к конкретному столбцу. Прямо по очереди идем. Континент. Окей. Столбец в таблице. Континент. Повторяем еще два раза. Добавить связь. Измерение. Находим наше измерение. Выбираем следующий атрибут. Нажимаем «Ок». Добавляем связь. Если какого-то атрибута в нашей таблице нет, то мы просто не добавляем эту связь. У нас должно быть по итогу три записи. Что атрибута нашего изменения по странам связана с соответствующими им столбцами в таблице. Нажимаем «Сохранить». И последний шаг – это связь календарных измерений с таблицей. У нас же там была еще дата. Если у нас есть дата, то это календарные измерения. Добавляем связь. Выбираем гранулярность. День. Имя роли сейчас пропускаем. И связь столбцом с таблицей. Как transactions пропускаем. Так. Mag 아리땡. Скорее. После того, как мы проставили это вручную, можно заметить, если вернуться в загрузчик, что вся наша таблица раскрасилась. В ней проставлено то, что мы не проставляли в данном конкретном месте, но показано, к какой группе показателей относятся наши столбцы и к какому измерению относятся наши столбцы с измерениями. Также самое проапдейтилась вся информация по измерениям. В моем измерении, которое упражнение два страны, в самом измерении перечислено, какие существуют атрибуты, их наименование и в каких таблицах есть этот атрибут. Связь с таблицей мы можем посмотреть, добавить сюда какие-то дополнительные таблицы или наоборот их убрать. Нажав вот сюда на карандашик, мы увидим все четыре таблицы, которые привязаны к нашему измерению. Таблица Африка, Америка, Азия, Европа. Каждая из этих таблиц связана с нашим единым общим измерением. Кроме того, стоит отметить, что справа есть атрибут для сортировки. Когда мы с вами создаем визуализацию, то по умолчанию все наши данные отсортированы по тому порядку, по которому отсортировано соответствующее измерение. В случаях, когда речь идет о текстовых значениях измерений, то сортировка осуществляется по алфавиту. Но такое может быть не всегда необходимо. Можно создать специальный атрибут для сортировки. В нашем с вами случае у нас есть, например, континенты, есть страны, и мы хотим, чтобы они шли в какой-то определенной последовательности. Например, по численности населения. Тогда мы можем догрузить еще один атрибут численности населения и сделать его сортировочным атрибутом. Когда вот здесь мы выбираем атрибут для сортировки, нам доступны те, которые здесь не являются тем, которые мы выбрали. В данный момент. Но давайте мы сейчас добавим наши европейские страны на наш график. Для этого мы возвращаемся в Dashboard Designer и создаем еще один запрос. Добавляем запрос в нашу европейскую группу. Тот же самый показатель у нас и тот же самый набор измерений. И наши данные вновь должны совпасть. Получилось у вас? Нет, пока не получилось. Не вижу свою новую группу показателей, когда выбираю. Давайте посмотрим. Да, я тоже свою не вижу. Но у меня в прошлый раз такое было, она не сразу там появилась как-то очень. Так, у нас есть раз, два, три, четыре группы показателей по Европе, я вижу. И вы, Анастасия, точно в числе... А, я вижу... А, нет, все шесть есть, что я говорю. Все шесть. Все они привязаны с показателями. Все должно быть... А, хорошо, понятно. Единственное, в чем может быть загвоздка... Давайте я сейчас посмотрю. А, нет, это Азия. Она есть, Анастасия, только она не в конце списка, она в алфавитном порядке, где у вас EX2, Юров. А, вот, все, нашла, нашла. Только он просто... Тогда несколько раз это самое... Да, единственная проблема, что у вас сейчас не заработает группа показателей, потому что связь с календарным измерением вы не настроили. Возможно, это просто старая версия у меня открыла. Сейчас я обновлюсь. Я вот сейчас просто посмотрел. А, возможно, я упустил момент, когда нужно было сказать, что нужно сохранить после того, как настроили календарное измерение. Календарь. Сейчас. Посмотрим. А, нет, все есть, я извиняюсь, это мои... У меня все работает. Все хорошо? На самом деле, у всех все хорошо, вроде как, по крайней мере. Отлично. Я в Европу так и не нашла. А вы не нашли Европу. Давайте я найду вашу Европу. Она точно есть в списке группы показателей. Ну, вот списки вижу, а программки не вижу. Она предпоследняя. Во всем большом-большом списке. У меня предпоследняя Азия. Мы же Европу сейчас. Да. А сделайте тогда так. Так, вот вы нажмите просто... Ну, сохраните дашборд и нажмите F5. Потому что у меня она есть. Бо, появилось. Спасибо. А можно еще в вопросе? Конечно. Вот мы когда делали... Ну, то есть Европу добавляли, да, таблицу сделали, в нее данные загрузили. Да? Но после того, как мы описали измерения, мы никакой дополнительной загрузки не вызывали. То есть, получается, атрибуты измерений, они лежат совершенно в... Одного измерения в совершенно разных местах лежат. Да, 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 да. Они лежат в совершенно разных местах, в совершенно разных таблицах. Они, система не создает единое какое-то хранилище со всеми этими атрибутами. То есть, физически такая таблица, она не создается. Угу. Спасибо. Как вы вот здесь могли... Заметьте, там всего лишь указывается у нас сейчас, где искать все эти измерения, грубо говоря. Вот наш атрибут, он находится в этих четырех таблицах. Вот там и смотри. Это может быть таблица с группой показателей. Это может быть просто отдельно справочник. Вот. Но отдельная какая-то таблица, она не создается. Никакая дополнительная загрузка не нужна. Как только мы загрузили таблицу, этого системе достаточно для того, чтобы работать. Ну что ж. А мы, на самом деле, плавно подошли к обеду. Вот. Так что я готов пожелать вам приятного аппетита. А во сколько собираемся? И расстаться с вами на час. Три часа, значит, собираемся, да? Значит, три часа, да. Спасибо, и вам приятного аппетита. Да, приятного аппетита всем. Всем приятного аппетита. Жду ваше возвращение. Пока я остановлю демонстрацию. На секундочку, я отвлеклась. У нас обед, я правильно понимаю? Да, да, да. У нас обед до трех часов. Спасибо. Приятного аппетита. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... 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 конкретной стране методом деления тех данных которые мы уже загрузили на те данные которые мы только загрузим и использовать будем вот эту табличку давайте мы сейчас это и сделаем только я с вами потерю с табличкой буквально одну секунду так вот мы купил еще и так ссылка отправлена в чат и представляет из себя некоторую табличку в 200 строчек сейчас мы ее с вами загрузим просто как обычную таблицу и создадим на ней обычную группу показателей в которой будет один показатель и всего лишь один столбец измерений что нужно для этого сделать нам нужно вернуться в панель администрирования викуп кто потерялся ссылку скинул в чат если вдруг вас просит система залогиниться то ваш логин editor а пароль 1 2 3 4 5 6 ед так к нашему дашборду к этому уже не будем возвращаться будем делать новый создаем загрузчик создаем загрузчик называем его exercise 3 x 3 фамилия сохраняем наименование выбираем источник данных excel нажимаем ампсор находим по пилоши сохраняем настройки настраиваем структуру это таблица заголовка и здесь мы создаем новую группу показателей экс 3 дима не по пилейшн наш показатель будет с функцией агрегации суммы а страны будут с будут измерения которые мы выберем из существующего существующее наше измерение будет exercise 2 country country and территории атрибут именно к нему мы сейчас и будем обращаться именно по этому измерению мы сейчас хотим склеить наши показатели до этого я показал как мы склеиваем по сути по дате и а сейчас мы как раз обратимся внимание на то что мы можем склеивать и по нашим странам нажимаем сохранить нажимаем сохранить и загружаем данные данные загрузится очень быстро потому что по сути здесь очень мало данных после этого давайте создадим себе новый дашборд ну или можем продолжать на новом листе того же самого дашборда не принципиально и здесь мы создадим себе линейчатую диаграмму на нее мы сделаем запрос в две группы показателей первая группа показателей та которую мы только что сделали а именно exercise 3 population добавляем показатель population date 2019 и добавляем измерение как вы видите по умолчанию в нашей таблице было здесь только один атрибут только страна с той таблицы которую мы грузили но сейчас когда мы работаем в дашборд дизайнере на выбор у меня есть все три атрибута я могу показать данные по странам а могу показать данные и по континентам когда мы связали таким образом две наши таблицы по вот этому атрибуту страна в нашем справочнике были найдены все эти совпадения и были получены все другие атрибуты так таким образом система автоматически добавила что где находится например же Австралия что находится в океане где находится Армения Аргентина и другие страны таким образом сейчас у нас на один единственный справочник который мы собрали из разных из абсолютно разных таблиц сейчас еще опирается и следующая таблица где собраны все страны но только с одним единственным атрибутом все остальные атрибуты она подтягивает с помощью системы по сути она находит связь один к одному и выдает данные стоит отметить что если бы она нашла связь не один к одному например в нашем предыдущем справочнике было бы две Аргентины две Аргентины на разных континентах или две Бразилии то когда сейчас наша бы система вот здесь обращалась к тому справочнику и искала какие у нас и у него еще есть атрибуты какой там континент то она бы нашла первый попавшись она бы не выдала ошибку что что-то работает не так она бы нашла первое совпадение и работала бы дальше с ним этот момент который стоит учитывать когда мы связываем две таблицы фактов по одному измерению у нас никогда не будет проблем если мы будем связывать по самому подробному измерению ну собственно по конечному уровню наших элементов мы знаем что страны наши не повторяются и собственно тогда если мы связываем по неповторяющимся элементам то мы всегда получим однозначное значение и никаких ошибок не будет при выводе данных если же у нас в по сути конечно в элементы измерения не должны повторяться но мы можем например связывать по континентам по каким-то более высоким элементам чем те которые у нас являются на последнем уровне и тогда если мы попытаемся обратиться на уровень ниже то там тогда могут быть через эти связи некоторые проблемы возникать когда у нас происходит неопределенность когда у нас появляется неопределенность многое к одному и нам нужно что-то выбрать сейчас же когда мы связываем по последнему уровню по странам у нас никаких проблем нет мы однозначно можем поставить в соответствие наше население сейчас по сути которые у нас на одном показателе со вторым показателем с количеством заболевших можно вопрос сразу да допустим название страны действительно повторяется но есть вот код там же есть электрик да который не повторяется да могу я выбрать код а показывать название страны да именно так вы можете сделать вы можете на самом деле вы можете связь устанавливать через код соответственно а показывать уже именно название страны сейчас я пытаюсь понять да это возможно смотрите как это можно сделать то есть да код у нас уникальный тогда для того чтобы нам сделать то что вы предложили и что действительно является правильным вариантом о я смотрю у нас а нет у нас просто екатерин с двух устройств я смотрю у нас пополнение да да это я с двух устройств да как тогда мы делаем давайте я вот сейчас на примере этом покажу только здесь я покажу не континент тогда а у меня будут страны вот коды стран а следующим уровнем измерения будет страна сама вот у меня есть код страна код страна код страна и теперь мне нужно просто с визуальной точки зрения избавиться от кода оставить только страну разбил я по кодам потому что у меня в измерениях есть код каждому последующему измерению будет соответствует только одна страна Ну да, они могут повторяться, но ничего не поделаешь. И дальше мне нужно сделать то, что я показываю на обучениях, а именно перейти в настройку оси X и изменить форматирование. Вот. У меня осталась только страна, первая часть у меня ушла. То есть я показываю здесь название стран. Мы даже можем сгенерить искусственный пример, где у нас будет несколько названий стран, но с разными кодами. Хотите, мы попробуем так сделать? А, вот. Что я сейчас попробую загрузить. Вот у нас есть океания. Мы ее не грузили. Здесь всего, если мне не изменяет память, не так много стран. Ну, предположим, предположим, так, конечно, нет, но на самом деле, предположим, все наши страны будут звать Австралия. Но кантри-код у них будет у каждой свой. Вот они все Австралия, но вот это у нее кантри-код Фиджи там и так далее, и так далее. Сейчас я загружу этот файл отдельно. Ну, ладно, давайте. Ну, ладно, давайте. так вот у меня все они называются австралия а country код у них разные . Секундочку, так, значит у нас измерение поэтому на самом деле когда мы создаем справочники рекомендуется ну будь то люди будь то страны будь то что угодно создавать действительно уникальный код названия фамилии и прочие комбинации они могут повторяться а вот искусственно созданный уникальный код он всегда будет уникальным и связь как раз по таким искусственно созданным кодам она однозначно приведет нас к правильному результату итак пока мы это скроем достанем привязка данных к тому что он только что загрузили показатель измерения сейчас мы распределим их по country кодам вот они они наши 8 кодов дальше добавляем следующим уровнем измерения территории пользуемся вот этой строчкой для форматирования что делать эта строчка для форматирования она берет вот эту строку которая сейчас здесь написана и делит ее по комбинации символов пробел тире пробел и берет не нулевой элемент а первой из двух которые получилось вот он везде у нас напишет название австралия повторяющиеся у нас везде но разбил он при этом по country кодам это помогло ответить на ваш вопрос отлично вернемся к нашим к нашему населению сейчас я хочу взять и посчитать процент заразившихся коронавирусной инфекции в каждой конкретной стране я показал полностью population теперь я хочу взять и добавить еще один запрос на самом деле нужно понимать что здесь я выбираю одну группу показателей каждый раз так как у меня моя вся таблица полная состоит из нескольких групп показателей то будет долго выбирать для каждой для каждой из пяти можно сконцентрироваться на каком-то одном регионе и показать как это работает на нем я предлагаю взять например Европу предлагаю взять Европу добавить измерение по странам и убрать конечно же использование лимита только а здесь у меня не так вот так ой не хорошо так сейчас ничего не видно потому что давайте мы воспользуемся например ограничением и возьмем 10 стран а а а а а а а а и самое важное что для того чтобы наши показатели совпали нам нужно взять и добавить фильтр в первый запрос на то чтобы мы работали только с Европой нажимаем нажимаем добавить фильтр кантри и континент выбираем здесь Европа так теперь у нас здесь Европа а здесь где где мой второй показатель я же его загрузил он же у меня давно уже загруженный должен быть внеплановая неловкость внеплановая неловкость а понятно В тот момент, когда мы ставим использовать лимиты, два этих запроса выполняются последовательно. И получается, что он может взять и отключить часть из данных. Лимит ставится не на каждый запрос, а на оба этих запроса. В этом есть своя сложность сейчас с работой с несколькими запросами, более чем с одними, потому что поставить на них ограничения на каждую по отдельности в данный момент невозможно. Как мы видим, у нас есть маленькие желтые числа в случае и синяя полоска – это население. Нам же нужно посчитать соотношение одного показателя к другому показателю. Для этого нам нужно перейти в панель аналитики. И здесь у нас есть два столбца. Первый столбец – это с населением, второй – с количеством случаев. Добавляем расчет. Нажимаем на левую верхнюю кнопку. И создаем формулу. Будем считать количество выявленных случаев на 100 тысяч человек. Поэтому делаем следующее. Формула будет у нас такая. Нам нужно Cases. Нажимаем Ctrl плюс левой кнопкой мыши и нажимаем на столбец. Делим Ctrl плюс левой кнопкой мыши на первый столбец и умножаем на 100 тысяч. Вот у нас появился расчетный столбец. Далее. Я хочу оставить только этот показатель и смотреть только на него. Поэтому я должен перейти во вкладку дополнительную и включить фильтрацию столбцов. Настроить ее таким образом, чтобы был виден только расчетный столбец. И вот теперь мы видим, как выглядит мой расчетный показатель. Количество выявленных случаев на 100 тысяч населения. По всем разным сторонам. Подскажите, пожалуйста, округление можно как-то сделать? Да. Ну, вот видите, здесь округление делается следующим образом. Мы переходим обратно в формулу. Вообще вот здесь в формуле можно использовать следующие функции, описание которых можно найти в нашей документации. Я сейчас скину ссылку и покажу, где и как это ищется на всякий случай на будущее. Сейчас я, конечно же, все расскажу, но ссылка на документацию. И здесь мы делаем расчетный столбец. Мы просто в поиске вводим, начинаем вводить расчет. В системе существует два типа расчетов, по сути. Расчет на уровне строк и расчет на уровне столбцов. Они отличаются тем, когда мы, собственно, производим сам расчет, а когда мы делаем внутреннюю агрегацию. Сейчас мы с вами делали расчет на уровне столбцов. То есть сперва мы проагрегировали данные по странам, а потом поделили, умножили, округлили и так далее. Это мы обычно проходим на базовом курсе аналитика. Если хотите, кстати, я могу вам скинуть. У меня есть краткая запись этого обучения. Буквально на 40 минут, если вдруг вам понадобится когда-нибудь к ней обратиться. Итак, расчет на уровне столбцов. И здесь есть описание, что можно использовать простые математические формулы, условные операторы, функции агрегации и математическую вибротеку масс. Все функции, которые описаны вот здесь по ссылке ниже, они все могут использоваться. В том числе и функция round. То есть все вот это нам нужно в скобки написать и написать следующее. Mass с большой буквы и round. И округление произошло успешно. Спасибо. Единственная проблема, которую я от вас скрыть не могу и которую вы все равно рано или поздно найдете, поэтому я лучше вам сразу признаюсь, со всеми расчетными показателями в данный момент есть одна особенность. Их нельзя сортировать. Нет нигде кнопки отсортировать расчетный показатель. Есть возможность отсортировать данные по одному из тех показателей, которые мы запрашиваем из системы непосредственно, по популяции или по количеству случаев. Но отсортировать по расчетному показателю нельзя. Он нигде здесь не появляется. Но это можно решить. Просто для этого нужно использовать небольшой кусочек кода. Сейчас я вам его покажу. Для того, чтобы включить сортировку, нужно сделать следующее. Нужно в общих поставить галочку «Разрешить редактирование кода», открыть в тот меню, здесь поставить два Enter. А потом скопировать вот этот блок кода. Я его могу вам прислать, если хотите, вместе с записью вебинара сегодняшнего. И все наши данные чудесным образом отсортировались. Если мы хотим оставить часть из этих данных, например, топ-10, то нам нужно сделать следующее. Нам нужно воспользоваться еще одной строчкой. И я отрезал не то, немного. Вот так. Нам нужно еще данные отсортировать тогда. И будет топ-10. Вот топ-10 европейских стран, в которых самое большое количество выявленных случаев на 100 тысяч жителей. Это Сан-Марина, Андорра, Армения, Штукахолисея, я даже не знаю, Испания, Люксембург, Молдова, Монтенегра, Гибралтар и Фарерские острова. Если мы хотим 20, то мы вот здесь берем и ставим цифру 20. Вот то, что я здесь использовал, этим я с вами обязательно поделюсь. Вот это будет сортировка. Ровко единственного расчетного показателя от большего к меньшему. А вот эта строчка оставляет топ-20. Таким образом, мы взяли и использовали два совершенно разных показателя из двух разных групп показателей и смогли поделить один на другой и получить некоторую картину аналитическую. мы, оказывается, входим в топ-15 и занимаем 15 место по количеству официально зарегистрированных случаев на 100 тысяч человек. Итак, это то, что касается добавления нашего сходного, скажем так, не сходного, а использования расчетных показателей для работы с общим измерением. мы взяли две, по сути, группы показателей, связали их между собой, даже не, ну, в данном случае две, потому что мы ее брали только на Европу, вот, связали их между собой по одному общему измерению, а далее произвели необходимые расчеты. Мы их могли просто показать на графике, а можем также выполнять необходимые нам расчеты. Это то, что касается подобного типа представления. Кроме того, если я уж начал говорить про вот такие шероховатости, нужно вернуться мне, сделать шаг назад и поговорить про вот эти два элемента, которые у нас здесь были. Сейчас за мной повторять не нужно, я лишь буду показывать. Здесь сейчас у меня график, он разбит по динамике. Но я могу взять и убрать всю эту динамику и накопленные итоги, и показать данные по континентам. То есть просто суммарное количество зараженных по континентам. И зеленее четыре диаграммы. И отсортировать. Вот у меня появились четыре столбика. Четыре полосочки. Здесь я могу сделать подобное. Я могу взять и добавить в измерение везде континент. Добавить в первом запросе. Потом добавить во втором запросе. То же самое сделать для третьего запроса. И для четвертого. Потом превратиться в линейничную диаграмму и увидеть следующую картину. Во-первых, стоит отметить, что у меня данные не ассортированные оказались. Потому что у меня сперва показывается первый мой запрос, потом второй запрос, потом третий запрос, а потом четвертый запрос. Это первый вопрос. А второй заключается в том, что здесь у меня четыре показателя. Cases, cases, am, cases, cases. Из каждой группы показателей по отдельному показателю. И поэтому мы видим, как выглядит здесь график, где у меня на всю эту область находится только одна единица. Это, условно говоря, на всю ширину находится вся эта полоска. А здесь много какого-то свободного места. Все это связано с тем, что рядом с каждой из этих полосок есть еще по три свободных места под другой показатель. Он пытается показать, что вот этот показатель наш, cases, он есть, наверное, и в Африке, и в Америке, и Азии, и в Европе. Только они везде нулевые. Если я возьму вот здесь и включу подписи, но нулевые он не показывает, то вот здесь у меня это свободное место, его не должно быть, по сути. Чтобы от этого избавиться, мне нужно взять и сложить все эти четыре показателя в один. Это тоже делается с помощью расчетного показателя. Вот как выглядят мои данные. Вот сейчас, как вот эти четыре запроса, что они дают мне? Они дают мне по одному числу на пересечении вот этой таблицы. Африка, Африка, Америка, Америка, Азия, Азия, Европа, Европа. А вот здесь все пустота. Из группы показателей Африка, к сожалению, там нет ничего ни про Америку, ни про Азию, ни про Европу. В Америке, Азии, Европе та же самая ситуация. Поэтому мне нужно добавить новый расчетный показатель, который должен быть равен сумме. То есть он, например, должен быть равен вот этому плюс вот это. Но как только я такое делаю и создаю расчетный показатель, у меня не появляется никаких данных. Вообще ничего нового не появляется. Как вы думаете, почему такое происходит? Почему все молчат? Потому что он построчно складывает. Он складывает их построчно. Ну, точнее, как? Он складывает их не построчно, а как бы постолбично. Или построчно. Ну, да. Так. И что происходит? Ну, что с NAL он добавляет. Да. Он добавляет NAL, а складывать с NAL он не умеет. Вот. Он видит NAL и говорит, нет, 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 я такое делать не буду. Это страшно, противозаконно. Я так не играю. Поэтому, когда мы в принципе складываем что-то, где может быть NAL, и в данном конкретном случае тоже, нужно написать некоторое выражение, которое позволит этому работать правильно. И здесь мы сталкиваемся с условным выражением. То есть мы должны написать, что если вот наши cases в первом случае равны NAL, дальше идет тернарный оператор, который выглядит следующим образом. Имеет следующую структуру. Знак вопроса. Потом, что будет, если положительный исход нашего условия? Если это действительно NAL, то мы бы считали это нулем. Дальше двоеточие. И что будет, если отрицательный исход? Если это не NAL, то считать вот это значение. Если вот так обвести это в скобки, то это читается уже чуть легче. И что мы видим? Он посчитал это для второй строчки. Вот он поставил эту самую цифру. Потому что вот здесь у нас было условие. Если это не NAL, то считай как 0. Он сложил 0 с этим числом, получил это самое число. Поэтому для каждого нашего блока в данном случае пришлось бы написать такое условие. как раз, по-моему, в следующей версии хотят доработать именно работу с NAL. Ну а пока это то, что нужно лишний раз обговаривать, скажем так, с системой. Что нужно лишний раз описывать. Самое неудобное здесь, конечно, вот это малюсенькое окошко. И у нас все наконец-таки посчиталось. Для этого нам пришлось использовать вот такое выражение. Выглядит громоздко, но по логике здесь все просто. Каждый раз мы сравниваем, что наш показатель не NAL. Если он NAL, то мы считаем его нулем, если нет, мы считаем его за то, что там написано. Теперь мы фильтруем наши столбцы и оставляем только тот, что мы на рассчитывали. И вот получилось значение, которое мы хотели видеть. есть вкладка дополнительная справа. Тут есть галочка фильтровать столбцы и кнопка настроить. Как именно настраивать? То есть мы выбираем либо те столбцы, которые мы показываем тогда включение режима, либо те, которые не показываем и режим исключения. Я выбрал, что я показываю только один расчетный столбец. И тогда вот в сам виджет приходит только одна эта серия. И получаются эти наши данные. Но для того, чтобы отфильтровать, точнее отсортировать, здесь та же самая ситуация, как с другими другими расчетными. Показать мне нужно поставить галочку вот так. И где там мой чудесный код. Все. Они отфильтровались и теперь вроде как соответствуют друг другу. Как вы видели, с линейными графиками у нас такой проблемы не было. потому что у нас там каждая отдельная серия имела свой график, свою линию. А все пустые даже те, которые мы хотели бы возможно ожидать линии, их как бы и не было. В данном же случае были какие-то так как это разные показатели, система ожидала, что там будут какие-то значения. поэтому нам искусственно их нужно взять и соединить в один показатель, а дальше делать то, что мы с ними хотим. Я понимаю, что, наверное, так сходу это все кажется немного большим и, возможно, новым и не всем понятным, но здесь важно именно сейчас посмотреть и потом по мере необходимости практиковаться. С практикой все это оттачивается и делается на абсолютном автоматизме. И экономится, самое главное, большое количество времени. А вот на сортировку киньте по-насу в чат. Я его я могу кинуть сейчас в чат. Я его обещал вам скинуть по почте вместе со ссылкой на запись. Ну, вот лучше по почте, наверное, да. Да, потому что так, я думаю, это абсолютно как бы нечитаемая, несохраняемая вещь. Вот. А в почте я его пришлю. Вот. Так что это бывает полезно. Еще один момент, который я хотел сегодня с вами обсудить. Это то, как работать с данными, которые приходят к нам из системы сбора данных. Из системы сбора данных к нам приходят, может приходить что угодно, любые формы. Ну, вот у меня сейчас есть создана простая формочка, в которой есть одно измерение и один показатель. Одно измерение это страна. Но на самом деле даже она не просто страна, а страна, у которой есть определенная столица. Раньше у нас, помните, не было никаких данных по столицам наших стран. Вот сейчас появилось. В форме есть страна, столица и процент случаев пришедшихся на столицу. У нас есть данные по общему количеству случаев. и есть теперь в форме ввода есть какие-то значения, соответствующие количеству случаев, пришедшихся на столицу непосредственно. Сама вот эта форма, она может расширяться как угодно, потому что в системе сбора данных, возможно, вы знаете, возможно, нет, существует такая функция, как реестровый ввод. Реестровый ввод позволяет не заходя в панель администрирования, по сути, обычному пользователю платформы без каких-либо дополнительных прав, изменять состав измерения, если, конечно, ему это разрешат. вот у нас есть реестр наших стран. Здесь сейчас четыре страны. Здесь есть Бельгия, Дания, Финляндия и Франция. Мы можем взять и добавить еще строк. Например, мы можем добавить Россию. Столица вроде как Москва. После этого мы можем добавлять или удалять какие-то другие элементы, которые нам интересны. Например, возьмем и добавим это понятно. Это мы еще не настроили. Наверное, надеюсь, я правильно написал. И, например, Минск. Снова напишу, что у него ошибка с сохранением VQ, и это нормально, потому что у меня еще не настроено сохранение. Вот у меня есть форма. точнее измерение. Я добавляю сюда элементы, ну или кто-то другой, сколько угодно. Можно все 200 добавить, если захотеть. Но сейчас меня интересуют больше вот эти данные. Здесь вот проставлено значение. Это на самом деле абсолютно случайным образом сгенерированные значения. Поэтому в отличие от предыдущих этим мы верить не будем. они нам нужны чисто ради эксперимента. Поэтому сюда мы тоже проставим значения например 5% и 9% нажмем сохранить данные и перенесем их сейчас в нашу систему в аналитическую базу данных. и посмотрим что происходит с данными когда они переезжают из системы сбора в аналитическую базу данных. Чтобы они перенеслись нужно единожды сделать одну задачу. В панели администрирования установить правила переноса. Перенос данных выбрать в какую базу они будут переноситься и поставить либо галочку автоматический перенос данных при сохранении либо автообновление данных с каким-то промежутком времени. Так как изначально это все начнет работать после того как единожды вручную нажать на кнопку перенести данные сейчас. После того как на этого кнопку будет нажата то вся метаструктура которую мы создали она переедет в аналитическую базу данных VQ. И потом при обновлении она просто будет обновляться при обновлении регистрового ввода при заполнении каких-то значений в форме. Мы это посмотрим. Посмотрим вот наша база данных. Загрузчиков новых не появилось. Можете поверить мне на слово. А вот таблицы новые появились. все что со звездочками это приехало из системы сбора данных. Все что группа показателей с нижним подчеркиванием тоже приехала из системы сбора данных. Приехала одна единственная группа показателей потому что у меня была всего одна форма. Здесь есть имя показателя и связь измерений с таблицей. Давайте посмотрим как выглядит таблица фактов. Таблица фактов из приходящей системы сбора называется measure group. Данные приходят вот в таком виде. Они приходят в виде в нормализованном виде. Так как может быть несколько показателей то есть отдельное измерение показателей. у ID он один процент выполнения. А вот у нас ID страны. ID страны от одного до семи. И что входит в этот ID записано в таблицу которая называется DIM или dimension или измерение страны. Здесь тоже есть таблица с данными. Вот ID вот сама страна а вот столица. Сейчас моя цель взять и связать вот это измерение на которое опирается система сбора данных с тем измерением которое я так тщательно собирал из нескольких других групп показателей. Пока что я не могу этого сделать потому что сейчас когда я посмотрю например на ту же самую гистограмму и сделаю запрос к группе показателей которая приехала из системы сбора данных ковид я добавлю сюда показатель добавлю измерения и измерения здесь страны это не то мое измерение с которым я работаю да я могу посмотреть по ID если мне это нужно могу посмотреть по столицам могу посмотреть по странам но вот до континента я не могу например добраться или связать эти данными с моими данными по общему количеству выявленных случаев потому что сейчас это абсолютно изолированные друг от друга группы показателей для того чтобы их связать между собой мне нужно сделать следующее мне нужно чтобы вот эта группа показателей которая сюда приехала которая называется ковид в связи с измерениями опиралась не на свое вот это измерение страны ID а опиралась на измерение которое мы создавали здесь которое мою exercise 2 DIMK DMI как мне это сделать мне нужно найти столбец по которому я могу связаться давайте посмотрим на нашу группу показателей здесь есть только цифры в моей в моем измерении цифр нет поэтому мне нужно сделать следующее мне нужно сперва добавить ID к странам в моем измерении а потом по этому новому полюсу ID связаться с этой группой показателей давайте сейчас делаем это все вместе каждую со своим измерением у каждого из нас есть измерение exercise 2 country или countries почти только я один написал неправильно до единственном числе а все грамотно написали во множественном а нет у нас 50 на 50 вот наше измерение у него три атрибута атрибут названия страны атрибут его код и атрибут континент сейчас мы возьмем и добавим сюда новый атрибут нажимаем добавить атрибут и называем его ID у нашей страны появится идентификатор и нам нужно выбрать из какой таблицы этот ID доставать нажимаем на карандашик выбираем таблицу нашего измерения которая приехала из группы показателей из системы сбора данных она называется DIM страны здесь есть пункт ID и мы ставим галочку также этот же сам ID будет в measure group COVID это таблица нашего группы показателей ID и здесь тоже у нас будет две связи ID будет и там и там и нажимаем ОК ОК я набрал ID DIM страны вот здесь ставим нажимаем ОК теперь ID у нас появилось но непонятно к чему эти ID привязывать какие у нас есть общие поля между нашим новым измерением которые мы получили у меня у меня вообще DIM страны нигде не показывается я его найти не могу оно у вас нигде не показывается обнови страницу я сама с этим столкнулась я боюсь нам нужно немножко вернуться назад потому что у меня тоже страница не обновилась и я ничего не сделала сейчас вернемся назад давайте я ударю вот эту строчку которую я сделал давайте мы проверим что у всех участников все есть чтобы обновляем страницу заходим в базу данных обучения 14.09 да открываем таблицы и первая таблица которая у вас есть как называется DIM Aggregate Function отлично следующая DIM COVID потом DIM Day of Week Measure Units и следующая DIM страны да вот она появилась да DIM страны а после нее Measure Group COVID правильно у всех так вот это то что нам и нужно вот Measure Group COVID это по сути нормализованная таблица фактов которая представляет из себя сейчас я покажу данные из нашей системы сбора сейчас еще раз покажу форму вот здесь есть вот эти value 5128359 вот они 5128359 вот они наши страны только вместо стран здесь айдишники их 1 3 4 5 6 7 и есть столица здесь их в таблице нет потому что они связаны непосредственно с айдишниками это атрибут страны и его мы можем найти вот как раз в дим страны в данных наши страны кандрис они у них нет своей таблицы они распределены по нескольким таблицам помните у нас есть таблица с Европой там есть страны стране таблица скажем так есть то измерение которое мы создавали вот до этого всю предыдущую часть дня вот наше большое состра атрибут мы создаем в измерении но любой наш атрибут он основывается на чем-то в какой-то таблице у нас есть сейчас таблица вот то что приехало из системы сбора данных выглядит так есть таблица фактов где у нас написаны значения вот значение 5128359 соответствует странам с айдишниками 1 3 5 6 9 что кроется за этими айдишниками рассказывается в таблице дим странах которые находятся чуть выше амин затем другое у меня айди лавил велью и атор шот нейм вот вроде дим мера а мера групп боже мой теперь вижу да да система сбора данных еще никому с первого раза не давалось особенно на уровне работы непосредственно с а сейчас подождите вы уже ушли в само измерение и добавляйте там это и будет добавляем вы чуть-чуть убежали мы немножко откатились назад или только я один откатился назад но в общем мы пока я снова смотрю на таблички и смотрю как они связаны значит вот этим айдишником который 1 3 4 5 6 7 из смотрите вот название айди нижнее подчеркивание дим страны это говорит что это поле айди из таблицы которая называется дим страны вот у нас чуть выше находится таблица дим страны и в ней есть те же самые айди 1 3 5 6 7 и то что им соответствует название страны и атрибут страны столица Белджим Брюссель Денмарк Копенхайм и так далее Финляндия Хельсинки и поехали по списку вот у нас здесь есть страны и есть страны в нашем огромном измерении и мы хотим их связать и связывать мы их будем через айдишник ну точнее связывать мы их будем как раз по названию страны а еще через это название мы припишем айдишник как мы это будем сделать мы уйдем временно из таблицы откроем раздел измерения находим наше измерение которое называется x2 country и добавляем новый атрибут новый атрибут айдишник 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 нашей страны здесь есть карандаш на него нажимаем и говорим что айди страны находится в пятой таблице который дим страны в дим страны это пункт айдишник и в таблице measure group ковид это айди дим страны и нажимаем окей далее нам нужно связать наше измерение с измерением из группы показа из системы сбора данных по названию страны для того чтобы это произошло нам нужно найти у нас атрибут который отвечает за название страны это countries and territories у меня нажать здесь на значок с карандашиком и выбрать ту таблицу где мы можем найти название стран эта таблица вот она она называется дим страны дим страны да и называется она level страна чтобы понять почему они так называются это нужно потратить целый день на обучение по системе сбора данных потому что там есть возможность создавать многоуровневые измерения поэтому оттуда пошло название level вот мы говорим что наше название можно найти здесь level страна говорим окей еще на самом деле у нас еще один атрибут появляется у нас появляется атрибут столицы кроме айдишника давайте его добавим в наше большое измерение добавим атрибут назовем его capital нажмем на карандашик и найти сами эти столицы мы можем все так же в дим страны в атрибут столиц таким образом наше измерение будет выглядеть вот так теперь у него появится два новых атрибута айди и столица а в атрибуте страны country территорий появился еще одна еще один еще одна связь дим страны левел страна нажимаем кнопку сохранить на самом деле понятно или нет мы поймем когда мы сможем построить что-нибудь по столицам из наших старых данных как мы это сделаем мы заметили наверное что у нас здесь только данные по европе поэтому мы возьмем и построим гистограмму в которую добавим запрос к нашей старой группе показатели который называется exercise 2 европа возьмем оттуда показатель по кейсам добавим измерение и обратим внимание что в странах у нас их все еще три а если нажать в дашборд дизайнере f5 их будет 5 да у нас появляется капиталс в нашем большом измерении exercise 2 country появились капиталс теперь у нас есть связь между нашими столицами которые мы получили как дополнительный атрибут нашего измерения из системы сбора данных с нашим измерением которое мы создали на основе наших экселек но еще мы хотели получить доступ к нашему точнее к тому показателю что мы только что получили из системы сбора данных не только же к нашим старым данным для этого мы хотим взять и добавить запрос еще один в нашу новую группу показателей к вид здесь у нас только один показатель а измерение вот видите сколько здесь измерений каждый из нас теперь у к каждой из наших измерений теперь стучится в эту группу показателей и если мы выберем капитал то у нас появится еще одна цифра рядом с нашей большой цифр это большая цифра это получается показатель по стране по всей да да большая цифра показатель по стране а маленькая это процент от этого который соответствует нашей столице ну и понятно теперь нам нужно взять одно и перемножить на другое то есть добавляем расчетный показатель control shift одно умножаем на точнее control shift говорю control левая кнопка другое и делим на 100 мы тоже наверно отфильтруем данные и вот у нас получилось мы понимаем что эти цифры недостоверны потому что в москве явно больше чем 52 тысячи заразилось но для нашего эксперимента оно достаточно то есть мы взяли наши данные которые приехали из системы сбора данных и добавили сюда на самом деле более интересен фокус в том что сейчас я могу взять это все сохранить и с помощью регистрового ввода добавить еще какую-то какую-то страну сюда кто знает еще европейские страны австрия вена греция давайте поговорим про теплые страны хотя бы получилось теперь хотя бы поговорим про них грис афина правильно пишется афина по-английски вот это вопрос на миллион отхена да отхена припоминание вот нас добавилось два значения сейчас мы заполним для них какие-нибудь цифры в нашей форме перейдем в навигатор наша форма уже здесь расширилась и скажем что в вене 26 процентов спалила от общего значения а в греции всего три сохраняем наши данные теперь наши данные должны переехать автоматически при сохранении то сейчас мне должно появиться два зеленых сообщения что данные сохранены и что они успешно скопированы копирование данных успешно завершено и данные сохранить это значит что при нажатии на кнопочку f5 в дашборд дизайнере у меня здесь должно появиться две лишние страны две лишние столицы вот она моя вена появилась а где мы агрессия вот мы и афины появились то есть теперь все вот эти связи которые мы единожды настроили они автоматически отрабатывают каждый раз когда там появляются какие-то новые данные наши связи никоим образом не теряются я понимаю что вот эта часть которая сейчас была которая особенно касается системы сбора данных она чуть более запутанная чем то о чем мы говорили до этого но я думаю что вот при поддержке как раз вот этого нашего видео которое останется вы сможете если что повторить а если нет то вы можете всегда пытаться не пытаться а просто там написать задать вопрос или еще что-то мне или моим коллегам мы иногда на самом деле практикуем то что проводим не только обучение но небольшие там по итогам там какой-то самостоятельной практике какие-то небольшие сессии вопросов и ответов там на полчаса час где мы можем просто оперативно собраться и ответить на все ваши появившиеся вопросы вот так что если вам это будет интересно это тоже возможно вполне себе вот это то что я хотел рассказать про систему сбора данных понятно что здесь сейчас все примеры были достаточно упрощенные для того чтобы сложность самих примеров не отвлекала от самой концепции скажем так поэтому сейчас на самом деле это наверное все что я хотел вам сегодня рассказать по части связаны с созданием модели данных если у вас есть вопросы я готов на них ответить я записал себе еще здесь вопросы которые остались у меня но всякие пометки по вашим запросам и вопросам кстати по подвисанию дашборд дизайнера все это я отметил мы можем кстати провести эксперимент по неполной дате если хотите давайте посмотрим вот давайте посмотрим я тогда возьму какой-нибудь из табличкой немного обрежу что у нас будет 0 1 . 2020 она так умею формата ты поменял это нужно поменять сейчас у меня должен открыться формат ячейки формат ячейки нет так ну вот я вот это убираю у меня подвисок сыр кажется хорошо да у меня проблем я ничего не могу писать в экселе сейчас отвиснет придется создать я не могу выйти из экселя так все вот я вы имеете ввиду написать 0 1 . 2020 и нажать enter без точек просто с пробелом вот прям в одной нет я думаю что так оно вот я возьму могу поставить текст текстовый формат и тогда 0 1 это будет у нас первое это будет январь 2020 там 03 2020 но и так до конца пошел на 4 на 5 где-то что-то что что-то это а на 6 . так сохраняем теперь тест дэйт и заходим системы и 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 загрузилась сейчас посмотрим будет ли это работать но мне такого не сказала пока что я не уверен что это будет работать сейчас давайте проверим пока она работает по кантри работает аппадейт месяц а красота совпадает с тем вообще что мы загружали так первый месяц 42 52 да отлично значит это работает важно только чтобы его наверно гранулярность не было ниже эти посмотрим если здесь скажу день что мне скажет на этапе загрузки расскажешь все нормально с днем а если вот здесь я неправильный формат поставленным ваш y y какой-нибудь вот такой тогда он конечно мне скажет что я не прав да он к что он не может сконвертировать студент ну давайте вот прям вообще один да типа 1 и 11 хорошо а вот тут 11 будет сойдет проверяем так как называется тест дэйт обзор хранить редактировать так дата формат м дата месяц загрузить данная загрузилась f5 январь 0 а почему это вообще должно работать без года то что будет может оказаться в отдельном станции это другое случай я бы на его месте тоже не поняла чего ты от меня хочешь вот-то не ну а причем здесь год месяц и месяц он не привязан году нет это когда кладется в измерение времени он все-таки в конкретный месяц кладется они в любой месяц понимаешь но если это год отдельный столбец то это можно сделать тогда давайте я покажу на самом деле в оригинальном варианте мои данные выглядели вот так вот есть мансер тогда вот это вся картинка она просто по-другому загружается она загружается я думаю не в измерение дэйт а отдельное измерение день отдельно измерение месяц отдельно измерение год а просто измерение с числами мне так кажется потому что потому что вот все правильно было сказано что измерение дата это вот прям дата то есть это какая-то . на шкале временной и когда это просто январь но никто не системы не поняла не понимаете по где-то на шкале январь какому январю да 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 сейчас я возьму вот это вот вот прям даже вот это вот все по удаляю все что нам не надо тест сохраняем так поехали открываем настройки структуры так но это все конечно значит что это у нас тогда вот это это измерение уже не нужно измерение создает новое быть 20 вот это на самом деле вот это измерение будет создаваться назвать суманс или это могут быть даже нет это я просто думал это могут быть одни атрибуты одного какого-то измерения нет это должно быть реально все три разных вот у нас тут кейсос а вот это это наша уже измерение которое нас было со странами поехали но я решил сегодня не рассказывать про смерти грустная тема у меня у меня была подготовлена даже табличка понимаете европейская ассоциация не дает данные по выздоровевшим я с удовольствием бы сделал по выздоровевшим но на самом деле кстати если посмотреть там процент смертности примерно 45 процентов вот интересно можно кстати даже сейчас будет построить график так и что мы здесь ищем а мы хотим построить то что мы сейчас сделали дам вот это наши кейсы и наше измерение только нас теперь нет даты а есть есть вот по месяцам это выглядит тогда вот так но это по номерам месяцов далее это может быть там по дням следующий уровень измерения но лучше это рассмотреть в формате хотя бы трилдауна типа вот у нас восьмой месяц вот его элементы этого восьмого месяца вот шестой месяц вот его числа я просто не знаю какую дальше задачу на этом решать нужно то есть достаточно ли этого или нет преобразовать это в ну то есть сделать к этому условно говоря алиасы что условно говоря восьмой или там первый месяц это январь это несложное отображать здесь январь но возникает вопрос просто какая здесь нужна аналитика потому что с такими данными например если мы это не грузим когда туда у нас не может тогда не будет работать условно говоря там диапазон по датам или там какие-то вот смещения то есть если мы загрузим так у меня это был другой вопрос можем ли мы сейчас там три измерения у нас можем ли мы на уровне модели сказать потому что это нужно на уровне это это нужно на уровне и перри на уровне модели это не сделаешь на самом деле вот на уровне система работает так что вот изменить вот эту таблицу в системе невозможно можно построить какие-то виртуальные показатели но добавить какие-то измени измерения собранные из чего-то нельзя можно там ну в общем пока это никак не реализовано то есть и нужно реализовывать на уровне itl то есть по-хорошему бы просто эти все числа взять и сложить в ну на уровне там esql или на уровне excel и где они находятся в одну дату если это просто месяц то как мы видим по крайней мере вот в 217 я я не знаю честно говоря я не пробовал в 216 я пробовал сильно сильно раньше она точно не работала вот вот а в 216 не знаю но вот в 217 она точно работает и просто месяц она спокойно может скушать и далее с этим работать ну я понял да хорошо они нас попросили ввести первую дату каждого месяца потому что ну 217 я просто не знаю когда 217 вышло у нас в начале начале июля наверное или в начале июня как тут летом не-не-не-не мы в июле делали пресейл это было на 16 последний месяц она не могла выйти в начале июля скорее всего в конце так это же можно ну возможно и так вроде как я полностью поддерживаю что это сейчас это не принципиально да то есть самый важный момент что сейчас это вот работает и в крайнем случае у вас останется как бы кусок записи где точно понятно что вот как минимум здесь она работала и я думаю у вас это получится повторить с этим не должно быть никаких проблем вот так что если у вас будут появляться какие-то вопросы по ходу соответственно вашей работы с платформой то вы не стесняйтесь обращайтесь там и или к нашей техподдержке или к нашим разработчикам или теперь у вас есть и мой адрес электронной почты единственное я не всегда могу ответить там оперативно потому что я провожу обучение там или еще что то вот и если у вас действительно накопится какое-то количество вопросов чтобы их можно было там обсудить то намного будет удобнее и для вас и для меня и для всех если мы просто выделим полчаса на этого времени и созвонимся и пройдемся по этим вопросам и на практике посмотрим что и как так и вы сэкономите время разбираясь с этим всем и я больше люблю пообщаться с людьми чем писать длинные письма вот так что спасибо вот в целом большое спасибо вам за уделенное время сегодня надеюсь что то что мы сегодня с вами делали она вам поможет и пригодится на практике вот по поводу 218 кстати да это уже открытый в каждой версии но это на самом деле наверно только вышла ли она действительно 31 августа это я не знаю а самое важное да которая появляется просто у меня нет 218 это рассылка отчетов по email по расписанию я думаю вы видели какую-то демо версию на каком-то вот полу там закрытом стенде сейчас это будет в каждой версии возможность рассылать отчеты по каким-то заданным параметрам на почту отчеты имеется ввиду вот пока просто вот дашборда просто дашборда пока вот про регламентированную отчетность пока вот ничего не скажу произведена вот некоторая работа для кластера и что нужно глянуть на самом деле по здесь почему то не описано это я тогда запрошу отдельно и или пришлю вам или вот вместе с записью или нет именно по безопасности что было сделано а ну вот режим повышенной безопасности включается опциональный доступ к системе блокируется на 15 минут после пяти попыток неправильного входа принудительный выход из текущей сессии при отсутствии активности на 15 минут аккаунт пользователя блокируется при отсутствии успешных входов системы в течение восьмидесяти девяти дней для разблокировки требуется администратор и аккаунт пользователя блокируется если пароль не менялся в течение последних 120 дней это сделано для для прохождения по сути в стэк и есть еще отдельно системы логирования и мониторинга здесь нет а вот дальше здесь не очень хорошо показано это будет выглядеть в общем мы мы сказать встроена некоторая немного сторонняя система которая осуществляет мониторинг именно сервера сервера осуществляет мониторинг загрузки сервера она будет находиться на вкладке основные будут там показываться метрики события это то что раньше делалось и можно было посмотреть только условно говоря на сервере сейчас это можно будет посмотреть непосредственно пользователю чтобы пользователю администратора скажем так в том числе чтобы понимать где если что проседает сервер если там какие-то проблемы где-то возможно там какой-то кэш давно не чистился из-за этого может что-то просесть или еще что-то в таком духе а так ну по витолку это я думаю вам не особо интересен и дорабатывался экспорт дашбордов для переноса между серверами это еще один пункт ну и самое полезное для аналитиков что было сделано в 2.18 это пункт последний из данных как особенно бывает полезно когда используются данные они как бы приходят каждый раз со временем но всегда отстают от реального значения времени раньше у нас было либо за последнюю неделю можно поставить за месяц или там еще за какой-то там за вчера а поставить там просто последний из данных нельзя было последние пришедшие данные их показать пришли данные за последний день их показываешь сейчас вот этот элемент сделали в 2.19 пока даже не скажу что появилась а в 2.17 по моему провели некоторую работу над таблицами и собственно добавили в первую очередь распределение прав пользователя на редактирование дашбордов что очень важно вот есть права доступа на редактирование дашбордов редактирование распространяется на папке сами папки создаются при сохранении дашборда вот я могу сейчас сохранить свой дашборд вот он не сохраненный я его перенесу в свою собственную папочку например это будет какая-то там новая папка 1 неважно и теперь я могу установить права доступа на эту папку на появилась сейчас в верху уровня папка появится и есть возможность настройки кто может редактировать содержимое этой папки по умолчанию стоят все авториационные пользователи но и редактор чтобы у него были были возможности редактировать конечно потребуется но я могу создать свою какую-то определенную роль только для меня и только я смогу редактировать эти дашборды я не знаю насколько это актуально непосредственно для вас но вот когда мы общались с большими компаниями там все очень беспокоятся за то что кто-то случайно зайдет и затрет их дашборд со зла не со зла вот часто такие вопросы задаются поэтому собственно как папочку создать а как создать папочку заходим в дашборд дизайнер нажимаем кнопку открыть как можно создать папочку это прокрутиться вниз до пустого места и нажать правую кнопку здесь есть новая папка ну или например кстати справа тоже на пустом месте только это а вы можете записать что кнопочку все-таки создать для этого да это не самая тривиальная часть с точки зрения юзер экспириенса спас интерфейса до записал почти потому что здесь на самом деле кнопки удалить торчат везде где нужно и где не нужно их даже случайно можно нажать а кнопки создать нет когда входишь дашборд дизайнер там рука тянется нажать кнопку удалить на источники вместо того пойти не знаю зачем это сделано в таком месте где человек входит но это обычно обычно все-таки добавление удаления подключение делается отдельно от интерфейса входа это вы имеете ввиду экран логина в дашборд дизайнер так экран логина в дашборд дизайнеры то есть это я выхожу из дашборд дизайнера захожу в дашборд дизайнер а имеется ввиду что вот здесь есть удалить конечно это правая кнопка настройка подключения делается не в режиме когда пользователь входит а все-таки где нибудь ну хотя в принципе может быть и действительно на клиенте это единственное место где это можно сделать но я понял я понял запрос и я передам поэтому на самом деле это очень полезно ну по крайней мере для нас я тоже как бы когда работаю мне тоже не всегда приятно бывает то с чем я сталкиваюсь но я со своей стороны там понимаю что есть какие-то более приоритетные задачи то что там где-то вот в какой-то момент сделали так чтобы это переделать нужно потратить время или еще что но все равно бывает неприятно когда ты сидишь что там пытаешься сделать она не получается получается не то что ты пытаешься вот поэтому я рад что есть дополнительный фидбэк который будет поддерживать позицию выделения ресурсов на все что помогает аналитикам и помогает пользователям всего интерфейса вот поэтому но лично для себя для меня точнее наше сегодняшнее общение было очень плодотворным и полезным мы ждем просто форматирование что вот мы сейчас например на графиках я вижу прекрасное форматирование значений почему этого до сих пор не сделано в таблицах я не понимаю вот это вот не не могу осознать это в таблицах это гораздо более нужно чем на графиках да я просто не знаю что что еще сказать нет смотря можно создать но ответ да 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 сейчас есть два расчетных показателя которые на столбцах и на строках и в обоих случаях это возможно сейчас я это покажу и так вернемся к моему дашборту где-нибудь здесь есть расчет на что это есть я же вот это считал вот это мой расчетный показатель если говорить про столбцы то я могу все я понял про что вы говорите когда смотрите когда вы создаете расчетный показатель один показатель да вот давайте расчетный показатель мы здесь создаем какой-то расчетный показатель говорим что это там условно говоря cases умноженное на 12 говорим окей а потом пытаемся создать расчетный показатель его здесь нет да и в этом вопрос был но на самом деле есть хитрость тот расчетный показатель который создается вот вот здесь создается да на уровне дашборд дизайнера а есть еще точно такой же который можно создать на уровне в куб то есть мы вот и вот он будет виден и на основе него можно создать другой расчетный элемент хорошо а в аналитике этот расчетный элемент можно использовать да в аналитике в смысле вот здесь или где да 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 сейчас давай давайте я сейчас добавлю вот нас есть комит с дэй да я добавлю расчетный показатель сюда расчетный показатель его формула будет вот такая умноженная на 15 нажимаем окей функция агрегации лично я или вообще-то обещали count distinct работает когда мы ставим так и вот теперь здесь я добавляю расчетный показатель и стоп я надеюсь все вернется когда я обновлю вот он видите мой 54 325 он есть я могу на нем считать что угодно вот могу создать новый еще умножить его на нет это не понятно что про это все на нем можно проблема-то как раз не в том что то есть то что на модели можно сделать расчетный показатель нам было известно и раньше известно известно я знаю проблема наша не в том проблема в том что корректно агрегируются показатели только те которые на вкладке аналитика созданы корректно агрегируются я имею ввиду показатели которые получаются в результате необратимых вычислений там деление и прочего одного на другой которые просто нельзя брать и агрегировать любой имеется ввиду что я понял про что вы говорите и ну то есть когда мы такими очень широко пользуемся потому что это все проценты доли и прочее да я понял что вы имеете ввиду сейчас я попытаюсь это как-то ну вот например мы поделим один тестдейт на другой тестдейт и посчитаем процент да вот у меня здесь есть три каких-то столбца да и я возьму и посчитаю отношение вот этого столбца к вот этому столбцу умноженное на 100 в процентах и теперь интересно получить число а что было бы если бы это все сегрегировать да нет мы не в этом дело а вот смотрите вы такой элемент создали например на уровне модели мы создали вот мы создали такой расчетный элемент мы считали процент а там нужно обязательно обвязать правила адрегация а я я понял вот здесь когда вы создаете расчетные элементы и создаете да 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 Если касается процентов и то, что это будет математическая чушь, это до сих пор так. Вот, по крайней мере, здесь. Можно ли это сделать на уровне строк? Это можно попытаться сделать. Если вот здесь у меня находятся все мои строки, то я могу воспользоваться следующей особенностью, которая появилась как раз-таки в 2.17, а именно использование функций агрегаций на расчетных столбцах. Вот, можно теперь написать вот такое выражение. То есть, если нам нужно посчитать отношение одного столбца к другому и показывать его в зависимости от того, а что там будет, или, ну, в общем, сумму одного на сумму другого. Где нет, сумма одного на сумму другого, это не совсем то. Доля, да, 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 доля. Вот, значит, вот, тест дейт я буду делить на сумму, там, в круглых скобочках, или, да, в круглых, на сумму вот этого, и я буду получать ошибку. Ошибку буду получать, потому что сумму нужно писать маленькими буквами. Вот, я считаю долю теста дейт в сумме кейсов. То есть, сейчас это доля по месяцам, а потом я беру и отказываюсь от месяцов, показываю по дням, это теперь работает по дням. Но всегда работает корректно. То есть, она всегда берет вот это одно число и делит на сумму либо всех этих чисел, либо соседнего столбца. В том-то и дело, что это единственное место, где агрегация с таким показателем работает корректно. Пока, да, да, да. Но созданный таким образом столбик мы в следующей формуле уже использовать не можем. В следующей формуле можем, не можем использовать в следующей визуализации. В формуле-то, пожалуйста, вот мы берем, дальше добавляем расчетный столбец и говорим, там, типа, вот этот столбец прибавить, там, 25. Нет, здесь это все можно. Слушайте, а скажите, по-прежнему, например, в матрице это нельзя создавать расчетный столбец? Приходится делать на таблице, на плоско, а потом в матрице переделывать визуализацию. В матрице, да, это, я думаю, все еще так. Ну, потому что это, к сожалению, не так часто пока встречалось. И это не изменилось пока что. А, слушайте, еще можно вопрос задать? Смотрите, у меня такой момент. Вот у меня, ну, сейчас внизу увидеть таблицу. Представьте, что это таблица. В этой таблице вот два расчетных элемента. Последовательность столбцов таблицы. Я по-прежнему не могу сейчас поставить расчетный столбец один, но второе место в этой таблице. Поменять вот здесь местами столбцы эти? Да. Имеется в виду вот здесь или именно в нормальной таблице? Ну, в таблице, конечно же, жестко, но все равно. Да, 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 да. Сейчас давайте. Кстати, по-моему, в 2.18 это изменилось. То есть я сейчас проверю. В 2.17 у нас, правда, здесь будет. Ну, а сейчас мы чего-нибудь накидаем. А, так мы можем... Мы можем и вот это взять, накидать. Бах. Расчетный столбец. Поменять местами. Ну, мне почему-то казалось, что я видел... Я видел это в 2.18, но, может быть, мне показалось. Просто нам пришлось, чтобы поставить расчетные столбцы на нужное место, нам пришлось все элементы делать расчетными столбцами, кроме первого. Чтобы их нужно и создавать в нужном порядке. Ну, я, в общем, узнаю про 2.18, как там дела остаются. Еще вопрос такой, смотрите, вот у меня, допустим, три показателя, вот где у вас есть сумма, нормально, без аналитиков. Вот тут вот у меня, где у вас столбцы с постепенцами. Да, я понял, да. Справа, справа, вот здесь, справа. Вот у нас привязки данных. Откройте привязку данных. Вот у вас есть показатель, кейс сумма, пусть тут вот три показателя и два расчетных показателя. Так мы их тоже не мечтаем поменять. Мне нужен, например, кейс, потом расчетный показатель, там, 3, 2, а потом еще какой-нибудь базер, потом еще расчетный. То есть, таким образом. Я понимаю, что я могу, вот если я создам их на модели, это понятно, а здесь могу что ли? Или мне обязательно надо возвращаться в модели и там создавать или нет? Ну, пока кажется, что я все поломал, но это мы сейчас починим. Пока кажется, что оно, ну, по крайней мере, в 2,17, оно не меняется местами. Я проверю в 2,18, но... Ну, я понимаю, и такой же вопрос, ну, на самом деле, он то же самое, когда у меня два или там три запроса. Ну, то, что мы там вытаскиваем, да, по разным запросам, да, Вы куда-то пропали? Нет, я отручурую этим. Я просто у вас не услышал конец истории. Я просто пытаюсь сообразить, была эта проблема или нет. Когда у нас вытаскивались разные данные, с помощью фильтров мы их сортировали. То есть, то же самое, представьте себе, там, по, например, этим континентам, да, и, соответственно, в каждом столбце должны быть... То есть, сверху столбец называете, сверху столбец в таблине. Европа, Азия и так далее. Соответственно, у нас было несколько запросов, да, с фильтров, чтобы таким образом эти данные показать. И нужно было сначала показать итоговую, ну, там, сводную информацию, потом по всем, например, процентам. То есть, получается, что мне нужно из разных запросов данные пересортировать. Тоже никак, наверное, по крайней мере. Ну, это точно как-то можно сделать. Просто прямо сейчас я не могу предложить решение, да. Ну, да, сделать это на уровне поменять там запросы. Ну, условно говоря, поменять местами вот столбцы в таблице именно сейчас. Слушайте, я сейчас даже попробую залезть где-нибудь на 2.18. А запросы драгон-дропом можно поменять? Или только... Поменять местами... Нет, драгон-дропом запросы не поменяются местами, к сожалению. То есть, если я неправильно их создала, мне нужно столбцы в другом порядке показать? Но, нет, когда мы... Если мы говорим про таблицу, то тогда меня их пересоздавать. Если мы говорим про график, то... Ну, или про гистограмму, то можно... Ой, страшно. То можно вот в настройках серии сегментов здесь их спокойно перетаскивать, они будут меняться местами. Вот. То есть, а в таблице пока в 2.17 такого нет. Сейчас серия на 2.18 у меня, к сожалению, нет под рукой. Девушки поняли, что я не могу ответить на ваши вопросы, и решили, что смысл-то их задавать-то, время на меня тратить. Пока вроде нет вопросов. Спасибо большое. Ну, да. Вот. И у Юли Каверзны. Вы, на самом деле, на пару нам ответили давно висящих. Это очень хорошо. Да, кстати, спасибо. Это очень хорошо. Спасибо вам большое. Кстати, если хотите, сейчас будет выступать Иван Вахмянин, рассказывать, как он создавал BI-платформу. А мы его регулярно раз в неделю-две слушаем. Да. Так что будет рассказывать. Я вот сейчас прочитал, думал, как раз в 17.00. А не сегодня, было 17.00 числа, нет? Они вроде вебинарцы. Да вот, 17.00. Я просто вижу, что вроде как это сегодня написано в 17.00 вебинар, что стоит создать BI-платформу Enterprise класса. Записи не будет. Значит, презентации на почту не рассылаем. Информация эксклюзивная. Ну, значит, там ограниченный клуб крупный гласон. Нет, нет, нет. Я думаю, что это просто, чтобы люди приходили. А так все записи будут, не переживайте. Вот. Так что еще вроде как ни разу без записи. Нет, я думаю, что пока у нас открыт доступ, мы еще покликаем. Да, давай. Да, конечно. Конечно. А, нет, это 10 сентября было. Я смотрю, что у меня не получается сойти. В общем, я пропустил. Не узнаю, как создавалась BI-платформа. Хорошо, тогда я желаю вам хорошего вечера, если у вас пока нет ко мне вопросов. Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Было очень интересно. Спасибо большое. Все. Большое вам спасибо. До свидания. Хорошего вечера. До свидания вам. Хорошего вечера. Запись пришлю, видимо, уже завтра или сегодня поздно вечером. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. так коллеги еще сейчас скайпе соберемся ненадолго ладно хорошо